и такое прекрасное начало чтобы прекрасно начало чтобы начать тихий тихий загадочный смех вот но ты не поверишь мы в эфире и пока что вроде бы все работает по крайней мере youtube показывает что все работает это значит что все сеанс некромантии формата радиоветрова начался успешно здравствуйте все кто пришел уже к началу и кто нас слушает или слышит с нами гость который не нуждается представление а если нуждается то там есть ссылка на стейн поэтому поэтому вы сами все знаете и и вообще всем привет хотел сказать говоришь говоришь мне куда мне ставить всем привет она все она все прекрасности говорит и говорит а это это начало понимаешь это такое вступительное слово как что называется моё а дальше я просто развалюсь на кресле и тебе и говорить придется тебе да да то есть это эстафетная палочка такая вот не играю надо надо диалог диалог дел без проблем диалог еще будет зависеть от зрителей наших потому что не забывайте что в чатике вы можете писать нам всякие вопросы и не обязательно прорисование потому что формат радиоветра вообще не особо прорисование а мне вчера вот твой бомбеж понравился такой ну я рада что тебе нравится нравится такие вещи кстати уже после уже после того вот когда меня спросили про какую-то лекцию там про концепт-арт или еще что естественно хорошая мыслята приходит а после я значит сначала такая типа просто берете делать а потом я вспомнила что у тебя весной спасибо я рада что я рада что ты так считаешь мне очень приятно валидация моего мнения но я вспомнила что у тебя на сей джи спике была весной лекция про концепт-арт которую я так и не посмотрел не ну там не совсем было прямо уж так лекция просто поговорили на тему папа по сути своей вот это вот разговоры о концепте они в принципе ты правильно говорила крутится воду вокруг одного и того же просто механики и некоторые приемы и системы они могут отличаться это все зависит от опыта бэкграунда да и вообще в целом от многих многих нюансов которые есть у художника а вот вот собственно и все и мысль твоя основная она была абсолютно точно если у вас есть необходимость если у вас этот самый как я его называю зуд то вам не нужны по сути своей ну как не нужны в кавычках наверно не нужны книжки там стримы уроки и так далее просидите и рисуете да как те самые товарищи в пещере у которых не было ни интернета ничего какой-то идет интересный какой-то козел а оставлю-ка я информацию для своих бубы бы будущих где деток что вот тут в определенное время вот эта звездочка встает и приходит козел конечно он этот концептуальное решение как раз нарисовал довольны естественно если есть необходимость рисовать козлов так рисуйте кто мешает только вот если вы хотите этим зарабатывать то на козлах конечно можно за 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 зарабатывать на специфический бизнес вот и в принципе тут уже есть нюансы а вот так действительно когда я тоже виду какие-то стримы открытые уроки идут вопросы по поводу с чего начать как рисовать а как не не потерять энергию и вот это вот две висит этот дзен концептаторский какая-то который интересует папа порой людей он вызывает два вопроса если вы их задаете значит вы не хотите вы думаете о чем-то другом то есть этот страх который есть он просто решается берете листок и рисуете а вот если уже не получается спустя год тогда мы можем поговорить о каких-то разного рода решениях но тут нужен анамнез вот собственно говоря и все вот я как бы мы не прорисование первые пять минут затирай про концептарты обучения нет но в принципе мы все равно к этому пришли потому что слушай мы с тобой вот так вот лично лицом к лицу общались примерно миллиард тысяч лет назад лет назад да и в принципе по интернету вот так вот так чтобы поговорить задушевно мы тоже общались примерно миллиард тысяч лет назад поэтому меня как простого человека интересует что что ты сейчас делаешь чем ты занимаешься признавайся мы все знаем что у тебя есть курс в школе которую сейчас наверное уже нельзя называть хотя может может мы про это еще поговорим а вот тогда потом мы потом про это поговорим про твое отношение к этому срачу после того как я выясню давай что чем ты сейчас занимаешься ну собственно говоря я сейчас за занимаюсь со созданием второго большого курса который будет вполне возможно на другую на другой платформе а вот значит это также есть как концепт-арт его немного но он есть вот и к сожалению к сожалению в очень малое количество времени которое остается я чё-то делают для пепла для своего проекта небольшого ты еще блин ты делаешь для него еще что он он просто конечно он в моем сердечке всегда было всегда будет на самом деле я могу тебе коль мы с тобой действительно тысячу лет уже не виделись так как какие-то даже слова два два три слова да давно не они они оброняли я на самом деле говорил на стриме который был в группе пепла что по-моему весной это было что вот начинается работа там есть аниматор вот мы мы действительно договорились замечательным аниматором но ему предложила работу netflix и в принципе он сказал слушай блин извини я я я я горит не отказываюсь но пока вот на год вперед нет вот и поэтому я сел в лужу отчасти я его не винил в коем разе но просто я понял что если я сам со собой вы какого определенных вещах не не договорюсь то ждать кого-то и надеяться что действительно сделается команда но это глупо вот поэтому я сейчас работаю с маленькая уже история хотел сделать большую есть сценарий на три истории я сделал маленькую что проверить себя во первых сколько это будет по времени какие нужны силы потому что собственно я делаю самое качество этих картинок я конечно ни на что не претендую но они достаточно детализированы и мне хочется сделать эти как картинки как ну шо ты из мультфильма из хорошего из качественного вот и собственно говоря вот эта проблема качество времени и возможностей она конечно бьет по голове и по рукам очень сильно потому что но у меня семья мне ребенок там мамы папы бабушки дедушки и сестры и так далее и не буду вдваться в подробности но там взрослые люди понимают взрослая жизнь она такая если если мне было 21 год там или 18 я бы мог вообще все на все забить и сидеть на на дошираке или там на каких-нибудь простых скажем так пищевых отходах и в принципе мне было нормально вот хотя с google google томат я обожаю потому что я на нем вы 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 выразили 90 по факту вот но как бы тут есть нюансы то есть я не могу просто взять все это за выкинуть черта моя мать искать что я вот делаю вот эту штуку я и в том видео сказал что даже если какие-то будут сложности пепела все 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 равно сделаю то есть для меня такая душа на и кстати говоря к вопросу твоему о том что я сейчас делаю я зачастую отказываюсь от работы потому что денежку хватает понятно что их никогда много не бывает естественно но как у любого к концептера профессионального плана был период к когда я работал по 18 по 17 часов на двумя тремя проектами ничего хорошего как кроме попа боли и спина спина боли до глазах которые вы вытекают прямом смысле слова я нити не на не нажил и спустя по полтора года такой работы я понял что ну как это надо менять своей жизни плюс потом папа появился ребенок и понятно было что ну как-то вообще надо прямо разграничить вот здесь я работаю вот тут я уделяют четко и жестко время семье и до сих пор кстати это до конца до идеала не отлажен вот поэтому естественно я папа фану просто его делаю мне очень нравится то что получается это не значит папа понравится другим я бы мог выложить то что сейчас рисуется но я посмотрел в принципе в процессе что люди конечно положительно очень реагируют но мне хочется наверное удивить в каком-то плане потому что если выложить арт там отчасти будет понятно что происходит в том числе там деформации разные есть разные штучки дрючки попасть по сюжету тех технологиям какая который там мне при придумались поэтому хочется просто вот выложить папа потом это не знаю просто не дождусь уже я старая женщина как бы возможно я не доживу хотя конечно на пенсию наконец-то и буду руками замшелыми артритными после 17 часов рисования в день листать более того я тебе хочу сказать что я уже разговаривал с разными людьми которые занимаются печатью выяснял там где печать это не значит что он уже готов на 50 процентов нет просто у меня есть идея вообще сделать такую штуку очень на мой взгляд интересно когда будет готовы там небольшая история сделать четыре книжки которые будут себе содержать еще и арт-бук плюс еще индивидуальные фигурки я уже кидаю денег в монитор которые не подожди которые которые больше никогда делаться не будут то есть это будет все четыре персонажа как а который будет то только у четырех обладателей этой книжки и больше не будет ни у кого вот поэтому с точки зрения ребята голодные игры у нас голодные игры поэтому ты перечислил мне самому нравится понимаешь и мне интересно то что получится и более то то того когда эту как она должна была была быть как 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 короткометражка с этим аниматором и у командой я придумал там были трэшовые так такие вещи я кстати могу их озвучить которых уже точно не будет это был один из но не то что антагонистов но скажем так тот кто встретился на пути мужичок пожелал очень интересное назовем это желание у него вырос очень большой детородный орган а вот и он не знал что 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 с ним делать и как и как собственно говоря от него избавиться потому что собственно его же детородок орган за 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 ним гонялся то есть там были вот такие разные штуки достаточно специфические мы когда дали вот мы смотрели на там на рейтинге на все остальное давать чуть другое вот но там было просто подводка какая к этому вот не просто там я попорно это просто такие штуки это нужно быть мне кажется гениальным чтобы это сделать не кринжово и не вызывая отвращения то есть это очень это сложно то есть я не про сам факт того чтобы я сижу сейчас конечно лицом лица слушая это не сам факт того что вот то что ты описываешь а то что я понимаю что чтобы это сделать хорошо это прям это очень сложно вот поэтому я от этого отказался там были разные такие вещи то есть мне мне не как бы не стыдно как говорится сделать вот такую штуку но она должна быть вписана и она была в принципе в пись вписана вот и собственно говоря вся эта история про желание это как эти желания исполняются и какие у кого есть принципе мысли и задачи в момент того как мы представляем эти свои желания что в итоге получается вот отчасти об этом эта история вот и собственно говоря когда мы рассуждали на этот счет пришлось какие-то вещи вообще убрать и кстати говоря это вопрос о работе в команде вот и это не значит что вся и все все истории такого спорно подтекстом нет это просто был такой кусочек который в принципе мне казалось что он будет здесь логично он нужен по факту вот но получилось что нет и собственно говоря когда я это все обрисовывал вот и действительно понял что наверно можно интереснее закрутить вот и в принципе оставить больше вопросов а вот чтобы людям было интересно вот поэтому собственно говоря процесс идет я к и такой это такой какой-то странный такой примерно но просто изначально это был 18 плюс то есть я всегда говорил о том что в разных там интервью что это не для детей не для 12 10 лет потому что там будет и мат хоть его будет и мало то есть абсолютно чуть-чуть вот там будут какие-то откровенные сцены с проститутками оставляющими своих детей потом дети по запаху ищущие по ночам своих мама мама мамочек вот и так далее так далее то есть там будет много всяких таких странных вещей что знаешь пардон что эти перебила но вот до этого вот до твоей вот это вот промо промо компания здесь я как-то ну как бы мне очень нравилось вообще вот сюда этого и я как бы так ждала но я ждала пассивно ну так типа какое-то время назад вот там ты иногда там даже сейчас так не так давно выкладываешь картинки ну так очень поэтому я ждала пассивно сейчас сейчас я такая дай 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 прям сейчас сейчас могу сказать что это не это 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 будет наверное даже не в ближайший год что ты сразу что началось слушай на самом деле просто я тебе скажу почему так я говорю плюс-минус надо сделать какую-то скажем так вменяемым меняемое обращение сделать и собственно выйти в youtube сказать как чего потому что люди там не пишут ждут то есть последнее видео было про то что не будет делаться анимация нам сказать что этого не будет там извиниться не извиниться в общем но вообще ничего не надо говорить а вот и просто сказать вот когда будет буду выкладывать арт будем с вами вместе как-то в этом плане общаться а вот дело все в том что сейчас нужно сделать курс довести до ума то что есть на xyz то есть обеспечить себя до конца какой-то стабильный день денежкой до конца распрощаться с концепт-артом и сесть делать свое дело почему потому что в процессе создание этого пепла там дохренища вся 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 всяких артов всяких историй всевозможных и так далее так далее я получила столько много фана я понял что у меня какие-то штуки получаются я не знаю понравится ли они людям я этого не знаю может быть выйдет к это вообще галимая фигня и вот и собственно говоря все скажет что мы так ждали там шесть-семь лет на нафиг это нужно было но я просто делаю так как мне нравится это какие-то ощущаю потому что я не там внизу не захар притопа прилепим там или там какой-нибудь замечательный комиксист да там какой-нибудь тацийки то 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 она когда но в общем мне просто нужно это сделать потому что я это хочу и мне по ощущениям кажется что это это будет интересно вот и от проектов которые приходят есть и большие и маленькие я не получаю такого удовольствия не потому что там мне дают кривой фидбэк да что ча-ча часто бывает вот в нашей профессии нет просто я от того что делаю руками и дома составляю арки персонажей вплетаю их в сюжет 1 2 3 штука 4 5 мне от этого по факту больше удовольствия а значит этот путь мне ближе вот собственно говоря и все поэтому школа манна наверное уроки это такой ответ на вопрос а где взять деньги на процесс создания потому что походили идите преподавать ребята не можете это сейчас это 40 это сарказм ребят это сразу не можете заработать денег на работе концептером идете преподавать но для этого вы должны быть крутым части ты ты права но с другой стороны тут еще по почему я пришел в преподавание я себе педагогом вообще не считаю я как-то сказал одному товарищу к который хотел чтобы я лично давал ему руки вы суши но я не педагог я тренер вот я могу какие-то вещи дать я определенные штуки вот записал что еще правильное что нужно для того чтобы раскрепоститься понять какие-то вещи вот и в принципе это пришло из-за того что я попробовал уже будучи скажем так не первый год за за замужем за концерт артом пошел в школу школу обычную вот и хотел с детками что-то интересное делать вот и собственно говоря стала попал получаться но в школе я отработал там около месяца я уволился вот и после этого я понял что ну собственно в обычных наших школах вообще это не то это невозможно делать потому что но тоже долгая тема папа и почему и как и так далее это все зависит от людей которые там сидят и молодых в том числе люди люди людей которые туда приходят вот как и везде на наверное не только в россии а везде проблема с талантом и профессионализмом то есть вот это наверное очень такая большая сложная проблема потому что я считаю что педагог это вообще со самый главный человек под после родителей да если конечно же они у вас есть вот но видно так многие учреждения где работал так не считают вот да и в принципе у нас как-то нет определенного ценза в образовании в отсеивании педагогов да с этим это правда реально это огромная огромная тема на миллион часов просто обсуждать проблему да поэтому да поэтому я принял решение чтобы не надо что-то сделать для ребят вот и собственно говоря попытаться может быть да даже какую-то копеечку этим за 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 заработать и собственно говоря была первая попытка она была такой средненькой потом я на это все за забил и наверное гугу до 32 ничего не делал в этом плане просто сидел как обычно работал как концерт художником ездил там по разным странам встречался с разными людьми и потом один человек мне который является сейчас моим другом и компаньоном сказал суши у меня вот школа есть давай сделаем курс онлайн по концепту я говорю но у меня есть условия определенные ну давай ладно он собственно говоря мы сделали и по по сути свои эти же куку курсы сейчас на площадке xvz вот поэтому нельзя сказать что у меня ничего не получалось в концепте и были я решил да пошло ну все на нафиг я папой пойду в педагоге был сиркоз мне сразу я знаю что горячим головам который у меня не рисуется нога с пистолетом пойду я расскажу другим как это делается а это ты сейчас описал примерно 80 процентов мне кажется учителей в нынешних курсах вообще разных в интернетах потому что чуваки которые не могут найти работу из-за каких-нибудь там скиллов и прочего они такие ну зато мы пойдем преподавать рассказывать вот это все это такой слушай но тут нет ты первый не 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 ну ладно хорошо коли мы как бы консол стреляет первым короче коли мы завели это немножко вопрос я просто помню что у меня был у меня был блоге такой пост когда жаловались на ситуацию что вот значит на xyz курс твой есть а менторишь не ты а менторит другие люди скажи это было то есть это было сразу это так получилось типа в процессе у тебя там времени не стал или это ты сразу смотри ситуация какая дело все в том что вообще работа с площадкой xyz была не очень простой в плане входа на на площадку и со собственно говоря некоторые нюансы к которые я упустил потому что они были делегированы другим людям нужно было проверить что имею ввиду меди щеки которые работали над сайтом сделали некоторые нюансы не в первых строчках которую я попро попросту не проверил то есть я поправил пробегался по сайту они там постоянно меняли что-то добавляли для привлечения люди людей и собственно говоря в системе в которой я установил проверять курсы не невозможно потому что людей много то есть когда мы были на площадке нас не варску я еще мог взять там допустим 2 2 дипломников а здесь как а когда людей там у нас учится 200 человек 150 человек до одновременно дипломы идут у пятидесяти у семидесяти чек но это просто нереально у меня цифры просто сколько они зарабатывают вертится и мне как-то это аж попреподавать захотелось все забираем не все суммы забираем там достаточно небольшой процент то есть как бы ну я не буду вдаваться по подробности потому что реклама медика то есть они что тоже не все себе забирают это все как и в кино режиссер это не забыть не зарабатывают миллиарды до половины вообще забирают какие кинотеатры то есть тут в принципе надо понимать что это бизнес понятно что это уроки что это там то те те же самые фильмы и так далее все это прекрасно интересно увлекательно но есть как бы бизнес да его никто не отменял так вот были две строчки которые собственно говоря даже там в нескольких местах которые людей возмущали то есть . была в том что будут проверки домашних заданий не сказано каких не сказано когда чего и почему и люди говорили о том что какого хрена вообще то есть у нас причем возмущались люди в основном у которых вы возникали некоторые проблемы на курсе да и в принципе их можно было понять то есть не некоторые нюансы в процессе обучения со своим коакуратором плюс им хотелось альтернативного мнения а я говорил на занятиях что он какие-то там есть внутренние встречи с теми кто учится два раза в неделю что собственно говоря было перед нашим с твоим разговором а вот что присылать на вот эти вот встречи на на наши ваши до домашки не очень как корректно не потому что я не хочу им не лень это будет некорректно по отношению к педагогу потому что вам педагог дал фидбэк вы приходите ко мне я вам даю фидбэк немного другой конфликтующих бэк это вообще ужасно конечно то есть это эти люди все проверены эти все люди проходили курсы люди отчасти учились и у меня когда естественно на набора было меньше то есть это не случайные люди они знают курс они знают задачи курса естественно они некоторые вещи дают по-другому но суть и задача это не меняет и результата это не меняет но естественно у меня свой опыт да естественно другой у них свой опыт и чтобы нам не ходить этот конфликт Я говорил, что давайте сделаем следующим образом Ваши кукурсовые дипломки В конечном итоге мы посмотрим, когда вы уже их сделаете Вот И поэтому, собственно, у людей был диссонанс Как так, на сайте написано, что он будет смотреть Собственно говоря, домашки А он их не смотрит, говорит, больше того, что Как бы смысла в этом нет Вот, и поэтому, когда мы эту ошибку нашли Люди уже, в конце концов, перешли от слов к делу Я думал, что недопонимание какое-то Или что-то еще Мы раз правили, два правили Либо кто-то добавлял потом В общем, это неизвестно В итоге, вот, последняя редакция Которая была, она, по-моему, там Полмесяца назад была, или пару недель назад Вот, убрали все нюансы Которые просто спорили с тем, что Даже у меня в контракте написано Вот, в заключении Который был заключен в СССР Людей можно понять, но глобально, в принципе Там каких-то на нарушений Не было Нет, тут вопрос, мне кажется, даже не в нарушениях А в том, что, ну, я как бы не могу залезть голову к другим людям Я могу судить только по себе Но я бы, правда, хотела Это не со всеми людьми работает, естественно Но вот я, правда, хотела, что если бы я пошла там учиться на курс к Клюшкину Так, как бы, я иду к конкретному человеку И мне бы хотелось от него, вот, конкретно от него получать информацию Понимаю тебе, да Я не спорю, что другие преподы, вот, могут быть, там, не менее квалифицированы и прочее Но, тем более, тем более Вот, как бы, ты, конечно, говоришь, что ты, типа, не препод, а тренер Но, знаете ли, была я на твоей лекции Да, это было миллиард лет назад, но, тем не менее Да ты чё, это ж было, ой, вообще Это было давно, но это было классно До сих пор, ты представляешь, насколько мне понравилось, что я до сих пор помню, какой ты классный спикер Если, ну, вот, как бы, лектор, лектор, спикер Ой, чё ты, чё ты, чё ты Некоторые люди бы с тобой не согласились Да, но чатик, чатик на моей стороне Чатик на моей стороне Мне даже в личку присылали голые детородные органы Говорят, что я с Коскотиной, вообще, я общаюсь, как гопник на лекциях, понимаешь Люди разные бывают А, слушай, так поэтому мне и понравилось, наверное Но, как бы, мы с тобой на одном уровне общения, понимаешь Я не утверждал, что я так делал Это не важно, ну, просто учитывая, сколько мне говорят, что я хабалка Правда, дикпики мне присылают по другим причинам Потому что я женщина Это, знаешь, это не отменяет Слушай, ну, вот сейчас вот в чате просто почему-то вопросов не задают Когда я спрашиваю, где вопросы, говорят, что мы кайфуем здесь То есть, видишь, уже хорошо Но пишут, что вопросов нет Просто хочу сказать, что знакома с методом преподавания Дмитрия И это просто лучший подход к мышлению в концептарте ever Хочу выразить свой восторг И там дальше присоединение к восторгам Так что тут три один, понимаешь Три, как минимум, один Ладно Смотри, в общем, я понимаю Давай вернемся к твоему тезису о том, что приходит ко мне и учится у меня Потому что я бы пришла Я с тобой согласен Но именно поэтому я хотел, чтобы в рекламе было четко написано, что будут куку-кураторы Потому что ты сама понимаешь, когда делается уже массовый продукт Естественно, естественно лекции записаны куку-куратором И куратор не может просто физически обработать всех людей И я с другой стороны понимаю, что в принципе каждому бы хотелось учиться именно у меня Но как мы зашли на эту площадку, какие были условия, какие были задачи, какие были объемы Естественно, просто, но мне нужно тогда развестись, уехать в какую-нибудь бангалово, где продают целыми днями Просто с людьми разговаривать на то, что они пришли, и они не делают Более того, вообще делегировать свои обязанности, это вещь достаточно нужная И курс больше, тебе скажу, делался мной специально таким образом, чтобы он работал и без меня Не в том плане, что я буду сидеть курить бамбук Нет, я хотел сделать определенную систему Чтобы человек, у которого сложились определенные понимания то, о чем я говорю Он мог это преподать То есть по факту, люди, которые прошли курс, они могут научить других людей этим приемом То, о чем я говорю Да, и поэтому на курс некоторые пишут, вот туда приходят И у тех, кто занимается недавно, и профессионалы, зачем так делать, и так далее, и так далее В том-то и фишка, что, мне сейчас получается такая хрень, как будто я рекламирую курс Нормально, нормально, тут как бы, ну, так, ребята, это не реклама курса Не ходите на курс, если вдруг вы не хотите Не, не ходите, вообще не ходите Я вам больше того скажу В году 2013-м я разговаривал с одним очень хорошим художником Он сейчас работает в Штатах Вот, и не буду говорить кто, где Это не важно Вот, и он говорил, что Курсы это вообще замечательная вещь А то, что ты мне говоришь, как и ты сам с твоими картинками, говно Я говорил, да пошел ты в определенное место, я говорю, курсы, вот это настоящее дерьмище, если у тебя нет мозгов, то ты не будешь ничего уметь, и если ты ничего не хочешь, то, ну, видишь, как судьба расставила все твои точки над «и». Это к вопросу о том, допустим, как, не умеешь фотографировать, не дано тебе, значит, ты, собственно, никогда этому не научишься, но есть же книжки, та же самая, по искусству, да, про цвет и так далее, можно, кстати, про цвет прочитать очень много, но без применения не научиться этому. Вообще, вообще просто. И теория, и практика должна быть. Мне все равно кажется, что практика, именно вот это желание, оно всегда превалирует над теорией. Потому что, причем, теория, она, как бы, слушай, мы, как говорится, с тобой рисовали в те времена, когда, мне кажется, интернета еще не было, ну, вот такое, но и раньше, реально, вот лет даже 10 назад, даже 10 лет назад, я бы поняла еще какую-то большую необходимость лекций и курсов как таковых, но сейчас просто теория, она вплетена в инфополе так сильно, что ты просто не можешь зайти в интернет и не получить какую-то теорию, мне кажется. Я тебе скажу страшную вещь. Давай. Я в 10 лет назад, во-первых, у меня проблема с английским языком, она реально есть. Так. Вот, так получилось. Тем не менее, я работал, да, у меня были заказы, более того, я находил уроки, гамроуды и по 3D, и по 2D. По 2D я хотел попробовать себя в фотографиях и матопейтинге, вот, и, в принципе, не понимая, о чем говорят, в большей степени, да, то есть, выхватывая какие-то нюансы, я делал себе просто конспекты, вот, я прям по кнопочкам все это зарисовал, записывал за скриншот. Диволзи там можно было делать, скриншоты, вещь, конечно, великолепная, кто их придумал, молодец, вот, и, собственно говоря, я так изучал. Слушай, это, ты сейчас про гамроудов, мне кажется, гамроудов тогда не было, гномоновские уроки с торрентов. Да, да, да. Гномоновские уроки с торрентов. Желтые с мужичком этим замечательным, фончик этот, да, 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 прошу прощения. И сейчас, ну, все такие, что такое гномонов? Ну, все поняли, ну, все поняли, да, о чем я говорю, об уроках, то есть, естественно, Булгаров великолепный, и Виталик, то есть, он, вот, я смотрел его 3D-шки вот эти, которые он выкладывал, и, в принципе, на стоп-кадр он уже там все ускорял, я смотрел, что он там, как делает, какой принцип его моделирования. И, собственно говоря, и софт-имидж, я до сих пор в нем работаю, в седьмой версии, в стародревней, потому что лоу-поли модельки, вот, мне очень удобно там делать, хотя там уже смешали и майку, и 3D-макс, и даже и софт-имиджа подергали разные штуки, там, и блендеры, что-то только не появилось. Но мне вот удобнее в нем делать, потому что, да, да, дальше лоу-поли, я, в принципе, мне и не надо, вот. И, собственно говоря, это к вопросу о том, информация, не информация, то есть, в принципе, я же даже иностранного языка толком не знал, но желание и понимание, что вот мне это надо, оно меня двигало, то есть, необходимость, вот. В некотором плане я и в библиотеке приходил, брал тот Талмуд по мая, и такое ощущение было через листов 20, что нужно нарисовать там круг и подписать, головой бить вот сюда. То есть, я вообще не понимал, что там порой написано, но вот желание это постичь, да, и облегчить себе жизнь в дальнейшем, вот, этим инструментарием, оно, конечно, сподвигало очень сильно двигаться вперед и изучать, там хватать, там хватать, там смотреть. Ну, никто не отменял Крейга Малинса, папу, иллюстрации и концепта, в принципе, поэтому многих живописцев, Сиджи, которых я знаю, ну, собственно говоря, вот они у него очень много черпали. Ну, тут я еще в очередной раз хочу рассказать, ну, как бы, напомнить то, что я говорила 150 миллионов раз, Крейг Малинс, конечно, Иисус, Бог, все, что касается живописи, концертов и прочих, но как спикер на его лекции я уснула. Нет, 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 я имею в виду, я же не сказал про лекции, я сказал про картинки, многие смотрели про приемы, он же один из первых стал с кистями там с ума сходить, вот, в хорошем смысле этого выражения. Он, конечно, монстр. Да, да, то есть ощущение цвета, тем более ты понимаешь, когда у тебя есть база, я считаю, что художнику база нужна традиционная, это мое мнение, я знаю, что многие со мной не согласны, но когда, допустим, я разговаривал с моим другом и прошлым начальником Артемкой Шумником, вот, замечательным художником, вот, мы с ним говорили о Малинсе, да, я смотрел на Артема работы и, в принципе, мы говорили с ним на одном языке, то есть мы смотрим на картинку, говорю, так, ага, вот тут вот это, да, он говорит, смотри, а вот чтобы сделать этот подмалевок по ощущению, да, вот он сделал вот эту штуку, ага, здесь, скорее всего, оверлей какой-то или что, ага, сверху цвет, а здесь серое добавил, ну, правильно, как в живописи того-то-то вот. Понимаешь, то есть, когда есть определенный язык и уже опыт, то ты разбираешь даже работу, тебе уроки-то не нужны по большому-то счету, то есть ты анализируя, и это, кстати, учат в учебных заведениях, не знаю, как сейчас, но, в общем... Я тоже не знаю, как сейчас. Это учили, вот, и ты смотришь, ага, вот эта штука здесь, вот эта, а воздух, как он сделал? Взял более светлый, тут пошел немножечко в голубой и кисточкой вот этой мазнул, и получилась такая вот фактура, которая дополнительно дала. Вот и все, собственно говоря. Вот ты сейчас говоришь про, вот, грубо говоря, осознанный анализ чужих работ, как средства... Да, и фича в том, что я про это, я как бы не учу, у меня бывают такие, типа, персональные консультации, и я про это тоже постоянно говорю, и фича в том, что у меня есть... Я, естественно, могу ошибаться, поэтому ненавидьте меня, слушатели, но у меня такое ощущение, что это вот мы, алды, у нас просто из-за того, что выбора не было, мы как-то это настроили как-то голову на анализ чужих там работ, да, Но у меня ощущение, что у именно вот тех, кто вот только-только сейчас вошел в CG и начинает вот прямо у нынешнего, прям молодых новичков и начинашек, у меня такое ощущение, что у них функция обработки информации, вообще работы с информацией отсутствует как факт в голове иногда, очень часто, потому что ты иногда даже просто отвечаешь на вопрос, а человек, ну, как бы... Ну, причем отвечаешь на вопрос, там, не знаю, достаточно, как тебе кажется, нормально, то есть все, вся информация есть, просто бери и работай дальше. А человек не может работать дальше, пока ты буквально по словам не разжуешь, прям не покажешь, или еще что-нибудь. Ну, смотри, ну, смотри, какая история, ведь к тебе пришло, допустим, задав такие вопросы 2-3 человека, 15-20 этих вопросов не задает, то есть тут, понимаешь, доступность в общении и возможность задать эти вопросы стало глобально больше, чем даже лет, там, 10-15 назад, и поэтому тут, как бы, удивляться нечему. Такие люди были в прошлом, да, конечно, были, вот, а некоторым просто хочется задать какой-нибудь вопрос, чтобы просто пообщаться, они не знают, какой вопрос задать, поэтому спрашивают самые банальные вещи, тебя бомбит, ты там говоришь какие-то, может быть, даже грубости, или... Не ты, я имею в виду, а вообще... А может, а может, и я, а может, и я, а я могу, а я да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ты сейчас описываешь мою жизнь последние несколько лет, я тебе клянусь. Есть ощущение причастности, поэтому, конечно же, люди, которые не могут с тобой поговорить о каких-то, скажем так, на птичьем языке, да, о каких-то работах, о каких-то элементах, которые можно использовать, о проекте, грамотно его разобрать, спросить твое мнение или что-то еще, они говорят на своем уровне, им просто это интересно. Я просто, я понимаю, что я давно это уже понял, и, в принципе, если такие вопросы задаются, я, конечно, делаю глубокий вдох и что-то пытаюсь сказать такое умиротворяющее, позитивное, да, вот. Но я понимаю, что люди просто хотят пообщаться, а опыта, уровня, глубины, навыков и всего остального у них просто нет. Поэтому, собственно говоря, все прописные истины, мы говорим, ты права, кстати, в этом видео была, что мы говорим по большому счету годами, как мы, как наши коллеги за 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 рубежом, об одном и том же. Вот. И, собственно говоря, тут есть просто две разные школы. Школа восточная, я так ее называю, и школа европейско-западная. Школа восточная отличается, наверное, большей частью тем, что там тебе педагог ничего не рассказывает. Он делает, а ты смотришь. И пока ты это не сможешь сделать, ты на другую ступеньку не перейдешь. И мне, кстати, эта тема нравится, потому что здесь есть жесткий отсев, и нет вот этого заигрывания с учеником. То, что он ученик, ты педагог, тут чаек попьем, я тебе расскажу сказку, как это делается. Но дело все в том, что сегодня вот эта вся история со школами, с обучением и так далее и тому подобное, это бизнес. Это большой бизнес. И, естественно, когда мы говорим о профессиональном росте, без жестких рамок, без насилия определенного рода, никуда не деться. Потому что роста не будет, если тебе будет все по кайфу. Конечно, может прийти какой-нибудь гениальный чучувак или дамочка, который, в принципе, все схватит на лету и сделает то, что тебя удивит. Но по большому счету мы работаем с достаточно разными людьми. И, естественно, должны быть какие-то мягкие иной раз решения. Но если мы действительно говорим о профессиональном росте, о выявлении твоих качеств, о внутреннем взаимодействии твоих ощущений и процессов, которые включаются в момент созерцания того, что ты хочешь создать, исходя из каких-то ТЗ или образов. То, что ты видишь за окном, и тебе нужно нарисовать что-то, ты соединяешь, тебе что-то сказал и так далее, и так далее. То, конечно же, тут нужны рамки, тут нужны определенные вещи, которые тебя заставят определенным образом себе, ну, скажем так, наступать на определенные твои желания. Замещая, но получая удовольствие в процессе. И это нельзя объяснить человеку, который приходит и говорит, а вот я думаю, рисовать мне или не рисовать? Как вообще концепт устроен? Расскажите мне. То есть он хочет просто общения, вот и все. И тут не то, что обижаться, не обижаться. Просто люди... Вопрос не по бежанию, просто вот то, что ты говоришь, я со всем этим согласна. Кстати, вот это то, про что я говорила. Сначала длинное представление у меня, а потом я просто откидываюсь на кресло и слушаю тебя. Действительно, так как у меня, ну, как бы стрим, у меня же общение в блоге, он же не про рисование, он про всякое. И на стримах у меня регулярно бывает такое, что мне спрашивают какие-то вопросы, потом говорят, ну да, я просто хотела задать вопрос, чтобы пообщаться. Мне интересно, что если это, ну, общение ради общения, зачем спрашивать вопросы странные или какие-то такие очевидные? Очевидные, ведь можно спросить, не знаю, про фильмы. Ну, то есть почему-то так получается, что, наверное, я понимаю, что социальные навыки, это тоже социальные навыки, они тоже качаются. Но вот, грубо говоря, кто-то владеет лучше и с кем-то вот получается разговаривать нормально на темы отвлечённые, вот просто ради общения. И вот могу тебе попарировать сейчас. Апарируй. Апарируй. А я вот сейчас тебе могу парировать. Вот мы с тобой за кадром говорили об одном человеке. Но. Очень замечательно. Так, так, мои социальные... Вот как я только тебе о нём сказал, у тебя был такой, ну, небольшой конфуз. Это не конфуз, это то, что некогда, типа, у меня, как бы, у меня всё более-менее нормально с социальными навыками, но есть люди, которым я тоже не могу вот так вот прийти, даже по делу написать, потому что, что называется, где я, а где они. Ну, это, это можно назвать это фан-гёрлингом, я не знаю. Вот, во-во-во-во-во, вот как я тебе о том и говорю, вот у тебя приходят люди, вот такое же ощущение у них. Так я же, я же вообще... Как глупость какую-то сказать, глупость, понимаешь? Разница между нами в том, что я не пишу этому человеку с какой-нибудь глупостью, я просто ему не пишу. Ты напишешь ему что-то или, может быть, глупость напишешь, как бы, не зная, как подойти. Он сейчас согласится с тобой поговорить, а ты будешь как-то... И сейчас в чатнике о ком они, что происходит, да что за интрига? А вот, а вот, а-ха-ха-ха-ха. Вот, собственно говоря, то есть, когда мы что-то хотим, и это рядом, ну, ты слушай, мальчик и девочка, да, то есть, которые... Есть разные мальчики, разные девочки, которые хотят встречаться, да, и вот у них всеснение глупости, какие-то... Да, если мальчик говорит какие-то глупости, никто не смеется, а девочка какая-то вдруг где-то хихикнула, то, ага, значит, уже есть, уже есть, но он не понимает, что это его. Он просто не обращает внимание, что она единственная засмеялась из сорока человек. Он хотя бы ее глаза видит, что он к ней адресует следующую абсолютно дурацкую шутку. И она, может быть, смеется не потому, что и смешно. Вернее, она смеется, потому что и смешно, но на самом деле ей просто нравится этот молодой человек. Вот и все. То есть, в принципе, вот эти вот нюансы, они же происходят и так и в жизни. Поэтому, естественно, когда люди приходят и говорят, а какие кисти надо взять, у кого скачать? Ты думаешь, блин, набери в гугле кисти знаменитых художников CG. Потому что могут выйти там абсолютно другие кисти и грунты. Тут такая штука, ну, как бы просто фича в том, что мои, естественно, вообще социальные контакты между людьми, эта штука очень тонкая, а у меня она не очень тонкая. Я человек бревно в этом плане. Я прямая, как палка. Абсолютно. И вот эти все тонкие какие-то эманации не про меня. Поэтому, если вдруг что... Какой красивый. Я тебе, что ты мне рассказываешь? Просто я к тому, что если вдруг в какой-то момент я перебарываю свое стеснение, а если кто-то думает, что я никогда не стесняюсь и не смущаюсь при общении с людьми, это ошибка, я перебарываю, то я, как из этих людей, я прихожу с делом. То есть я... Знаешь, есть такое явление, когда тебе пишет человек, например, в контачей такой... Здравствуйте, хотел задать вопрос. Житье, это хорошо. Точка, точка, точка. Ну, это вежливая форма, потому что иногда просто... Можно задать вопросик? Точка. И ты сидишь такая... А тебе что, религия сразу не позволяет вопросик этот задать? То есть он ждет... Культурные люди. Нет, это наоборот не культурные люди, потому что я должна потратить свое, там, не знаю, время, чтобы написать ему, смотря какой вопросик, например. Потому что, не знаю, если он там задаст вопросик, какого, не знаю, размера у меня сиськи, вот на этот вопросик я отказываюсь отвечать, что называется. А если что-то более нормальное, то другое. Вот. И из той же серии, что я обычно тоже, я не буду как бы так... Мне кажется, я найду какое-то дело, какую-то причину. В общем, мне кажется, я могу только предполагать, что возможно, если я перебарю какие-то свои стеснения, то я как-то... У меня есть шанс, что я напишу адекватно, нормально, сразу там по делу, с каким-то заходом. Но, естественно, это мои фантазии. Возможно, я буду такая же, просто типа... Здрасте, здрасте, здрасте. Можно вопросик задать? Не знаю, не знаю, короче. Нет, ну... Ну, в общем. В общем, общение это сложно, ребята. Да нет, в этом, понимаешь, в этом же есть такой фольер, живая же, это такая интересная, пульсирующая жила, которая на самом деле наша жизнь делает намного интереснее. Потому что если бы было всё прямолинейно, достаточно безэмоционально, то, ну, как бы... Подожди, прямолинейно и безэмоционально, они как бы вообще, что называется, могут быть... Ну, это не синоним, потому что можно быть прямолинейно и очень эмоционально. Ну, да, да, но я говорю, вообще, что вы совсем, что всё так было, кто-то неинтересно. Люди, которые стесняются, что-то спрашивают или не стесняются, что-то спрашивают. То есть иногда люди пишут, даже заказчики бывают очень странные, да. Ну, просто людей много, вот и всё. И каждому кажется, что он делает что-то правильное. И, собственно говоря, ну, тут уж ничего не сделаешь. Ты либо отвечаешь на это, либо ты на это не отвечаешь. Впускаешь ты к себе эту информацию или нет. Я зачастую просто смотрю на начало сообщения, если оно какое-то странное, я просто блокирую человека и всё, я даже ничего не отвечаю. Ой, как коварный. Коварный Дмитрий, вопрос. Я, естественно, тут была пара очень странных вопросов, я их игнорирую, потому что я могу. Что вы мне сделаете? Про мои сиськи? Нет, про твои сиськи ещё никто не спрашивал, но теперь мне очень интересно стало. А я вот не отвечу так же, как и ты. Ну вот, всё, хорошо. Тебе придётся отвечать на нормальный вопрос. Чем вдохновляется Дмитрий? Пополняет свою визуальную библиотеку, конкретные примеры, игр, фильмов, аниме и так далее и тому подобное. Ты точно хочешь задать этот вопрос? Это не я хочу, это люди в чате... Слушай, согласись, этот вопрос всё равно лучше, чем... Так, 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 подожди, сейчас я найду. Есть ли у Дмитрия курс обучения рисунку за 7 дней на таком уровне, чтобы выиграть конкурс по иллюстрации? Вот те два вопроса, выбирай любой. Вообще не понял, вот этот вопрос. Мне кажется, это Стёп. Ну, то есть, если это... Не-не-не-не, я думаю, что это не Стёп, потому что у нас... Знаешь что, у меня, когда мы были... Сейчас, только не забудь мне потом вопрос задать про вдохновение. Да-да-да, это да. У нас, когда мы были на Нью-Арт-Скул, я вводил всякие конкурсы на бесплатные места в школе, на курсах и на моём в том числе. Может быть, человек об этом спрашивает, но на площадке пока XYZ таких конкурсов... А нет, кстати, был, вот недавно был конкурс по иллюстрации какой-то там интересный, что вы будете делать летом. Там, да, там разыгрывались, по-моему, места у меня и на иллюстрации. Да-да-да, кстати, что-то такое бы было. Вот, да, может быть, про это спрашивают. Вот, нет, конкурсов сейчас никаких нет. А мне кажется, хотят узнать, как научиться рисовать за неделю так круто, чтобы всех победить. А зачем? Я не знаю. Ну как, ну победить всех классно. Зачем? Ну победил ты и сидишь на горелке. За забором, за забором. А как же ЧСВ почесать? Ну, я просто, подожди, я не знаю просто какое-то ощущение, потому что я ни в одном конкурсе в жизни своей, в котором я участвовала, я никогда нигде не побеждала. Это нормально, это меня не тревожит совершенно. Вот, но я к тому, что мне кажется, кажется, что... А, нет, вру, я победила в конкурте фан-арта Dishonored, а? У тебя же, да, да, да. Да, соврала, соврала один раз, так вот. Я даже помню его. Это просто, это лучшее, что самое случилось, не знаю. Ну, относительно конкурса. Я, на самом деле, тогда удивился, приятно. Я тоже. Что ты меняешься, потому что я как-то к тому времени не видел твоих картинок, у них была определенная, скажем так, направленность, не в техническом плане, а в тематическом. Ну и в техническом, кстати, а потом, когда я наткнулся на картинку, думаю, о-о-о, а мать растет, молодец, приятно. Сложно не расти, когда, как бы, ты, понятно, что я делаю на конкурс фан-арта, я же, по сути, ты сдираешь охерительный дизайн, потому что это фан-арт, ты, по сути, сдираешь какие-то технические, технические фишки, да, там, браш-ворк, там, так называемые, вот эти вот такие специфики. Ну, то есть, ну, сложно, как бы, не сделать свою картинку лучше, когда ты, что называется, просто сдираешь у великих. Нет, ты всё равно, ты же понимаешь, о чём мы прекращаем. Ну, я понимаю, но для меня фан-арты, они всё равно стоят отдельно, потому что ты сдираешь у великих, то есть там половина работы тебе, по сути, не принадлежит, поэтому мэ-мэ-мэ. Нет, ну, всё равно, с цветом, ощущения, пластика, там всё стало намного лучше. Вот, и я к тому, что, я понимаю, почему... Было приятно, что... Спасибо, спасибо, мне очень приятно, что ты хвалишь меня, ао-о-о. Я к тому, что я понимаю, что люди хотят победить, чтобы почесать ЧСВ, кому-то нужны призы. Это ты у нас сидишь, там, богатый Буратино. Это сейчас тоже ирония, это ирония, это ирония. И тебе не нужны, там, не знаю, планшеты или курсы какие-то, вот, которые там обычно выигрываются. У меня инфуз, блин, за 17 тысяч, простой. У меня, наверное, ещё меньше. Так, секундочку, пишут, что что-то со стримом, но у меня на самом деле стрим идёт и показывает, что всё в эфире, и состояние трансляции отличное мне пишут, поэтому, я не знаю, вот. Обычно, ну, я просто сижу, смотрю на панели управления, отслеживаю трансляцию, и тут всё прекрасно. Я тоже по конкурсам, на самом деле, успокоился давно, потому что какие-то попытки у меня были в конкурсах, но так, чтобы я прям загорался, чтобы победить, и вот такого не было. А, кстати, недавно тебе писал, как недавно. Как недавно, два года назад, или три, три. Не, подожди, не, подожди, что-то недавно было. Ну, подожди, что-то всё недавно. Это было два года назад, в 19-м или 20-м, или в 20-м году. Подожди, не, недавно что-то было. Так, так, вот, да ладно, давай, проверь, иди проверяй, иди проверяй. Не хочу. Просто, понимаешь, мне просто кажется, что 2020 год был такой странный, что он просто вылетел из головы всех, и поэтому когда ты говоришь недавно, это 19-й. Я к чему говорю, вот, это был, наверное, один из последних конкурсов, в который, там нужно было, естественно, что-то там про сюжет, про умертвие и так далее. Вот, я думаю, ну, блин, ну, что это, в принципе, скилл есть. Порисую что-нибудь, ну, по фану что-нибудь сделаем. Не сложно, никакой там нагромождений. Ну, что-то такое придумаю. Я до сих пор картинку не дорисовал. Дим, Дим, недавно, ты знаешь, когда это было недавно? Знаешь, когда, вот мы говорим сейчас, когда ты мне писал по поводу конкурса? 2014 год, Дим. Нет, что ты, подожди, значит, я тебе не в то... Да, у меня другого нет, вот, вот, буквально у нас, значит, разговор, я сейчас смотрю в переписку, разговор в 2014 году и следующий. В 2014 году у Кузинского и конкурса-то не было. Ну, а, ладно, подожди, а когда... Ну, у меня просто дата, переписка, 14 год. Не-не-не, не может быть. Не может быть. Ладно, хорошо, возможно, просто все удалено. Возможно, все удалено. Короче, с конкурсами разобрались, отвечай на вопрос про вдохновение. Про вдохновение? Чем ты пополняешь свою визуальную библиотеку? Конкретные примеры спрашивают. Игр, фильмов и аниме. Или аниме, или что-нибудь еще. Ой. Я не знаю, как ответить. Следующий вопрос. Не, подожди, ну, просто это, кстати, частый вопрос. Я тебе прислал картинку, которая с тех пор лежит, и я все не могу никак не вернуться. Она в подмалевке в драфтовом так и зависла. К вопросу о конкурсах и о том, что нужно победить. Это, мне кажется, дело такое очень личное, действительно. Просто я как-то успокоился в этом плане. Потому что есть ощущение удовлетворения и в других моментах. Так вот, очень часто задают этот вопрос. И я как-то от него постоянно очень стандартно ухожу, называя какие-то вещи там. Но на самом деле все очень банально. Тебе что-то нравится, и ты это откладываешь. И иногда это даже тебе прилетает в плане плагиата. Говорят, вот оттуда-то, оттуда-то. Да, это может быть кино, это может быть арт, это может быть художник. Это может быть все, 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 что угодно. Но вот цель направленного вдохновения, вот тут такой задачи никогда не расстоял. Но если прямо уж так по чесноку. То есть ты что-то смотришь, тебе нравится. Да, там, ну не знаю, я вот очень люблю, когда бегаю там или хожу в лесу, смотреть на всякие коряги, на всякие шишки. Мне ребенок постоянно дарит то камни, то-то-то-то-то-то, а шишки-то что-нибудь еще. Вот, я нахожу какие-то пластические решения. Я смотрю на разные штуки, которые я уже говорил, там на море. Вот, так сказать, чтобы мне кино прям вдохновило. Да нет, просто я смотрю то, что мне нравится. Я люблю анимацию, очень люблю детскую литературу, с детства люблю. Вот, поэтому книжки разные, фантастические, какие-то там детективные. То есть нельзя сказать, что вот есть какой-то пласт, который меня вдохновил. Я знаю, кто сформировал и сформулировал мое понимание юмора, части дизайна, ощущения этого дизайна. Это, в принципе, два замечательных, ну не два, их было, конечно, больше, вот, аниматора. Вот, собственно, их назвать, наверное, нет? Ну как хочешь, тут у нас, знаешь, уголок свободы, как бы, делай, что хочешь, хочешь, называй, хочешь, нет. Можешь назвать. Я лучше, пусть загуглит. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Я лучше назову. Значит, это «Жил-был пес», это «Мартынка», это «Путешествия или приключения муравья», это «Замок Лапута», это «Голгостен де Шелл», это «Эвангелеон». Собственно говоря, в одно время «Покемоны» очень сильно меня удивили, вот, я их рисовал. И почему они меня удивили, потому что я открыл для себя в том ещё школьном возрасте, что из примитивов, которые сложены по-разному, из одних и тех же, что, кстати говоря, потом я и в курсе в своём использовал, можно делать такие варианты и такую странную штуку интересную, вот, то, наверное, вот это. Вот, то есть, всё шло как-то из мультфильмов, наверное, ну, плюс книжки, да, история, ну, в общем, всё как у всех на самом деле. Поэтому, когда говорят, особенно студенты, что у меня вот нет визуальной библиотеки, я начинаю спрашивать прям в прямую, что любишь смотреть? Ну, вот, мне нравится там «Марвел», я говорю, ну вот, как у тебя визуальной библиотеки, у тебя там полно этих супергероев, ты ещё, наверное, в детстве там зачитывался и комиксами, и всем остальным, как нет визуальной библиотеки? А кино какое любишь? А вот это вот, а что в детстве любил? Вот это вот, это книжки Кичитова, вот это вот это. Я говорю, вопросы, вопросы какие ему могут быть? Всё в голове есть, просто ты не можешь их сложить, вот и всё, и не знаешь, как к этому подойти. Поэтому, всё вокруг нас, что находится, я сейчас, допустим, когда для Пепла там одну штуку делал, одного из персонажей, я, меня натолкнуло на образ, мой ребёнок, вот, то есть он, в то время, когда я его придумывал, он определённые вещи не выговаривал и показывал их, там, рукой, вот. И так появился немой персонаж, хотя он уже у меня ребёнок разговаривал, но вот какой-то жест, вот, я просто увидел, не думаю, о, 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 вот, вот, можно вот это сделать и будет прикольно. Вот, то есть, как бы, округ, всё-всё-всё, что вокруг, всё-всё, что вам нравится, оно отражается в вашем арт-понимании этого мира, да, то, что вы пытаетесь рассказать. Другой вопрос, что люди начинают в ответ писать, что, ну вот, вы говорите там об одном, о втором, всё это замечательно, я даже вот начинаю рисовать, мне папа фану, а работа приходит, этого не нужно. Я говорю, ну, тогда для денюжки сделайте эту работу, сделайте максимальную, профессионально, как вы можете, найдите в ней для вас интересные нюансы, чтобы подпитать себя, чтобы не опустошиться в процессе рисования, вот. И потом уже переходите на другую работу, которая вам будет интереснее. А как это сделать? Я говорю, ну, если она к вам не приходит, значит, нужно сформировать определённое портфолио, рисуйте то, что вам нравится, сделайте фейковый проект на 2-3 картинки, но сделайте их так, чтобы рядом поставить что-то из топов арт-стейшена и вашу картинку. И она была, ну, может быть, и плакать, и плакать поставить, и плакать. Нет, не тождественно, да, но, как бы, оно было бы не сильно хуже, скажем так, вот, то есть уровень, уровень, а когда вы делаете какой-то косячный арт, у вас там растут волосы из глаз у персонажа, вы просто придумали эту фишку. Но, ну, как бы, ну, окей, вот, но детали ради детали не работают. Пишет коммент, что с визуальной библиотекой штука такая, можно смотреть, но не видеть, типа, можно посмотреть кучу фильмов и ничего не вынести, а можно вон в коряге найти вдохновение, и это тоже навык. И я вот с этим не могу поспорить, потому что, да. Здесь же, видите, ребят, здесь же все зависит от вас, вы можете в, мы же все разные, правильно, вот я вот так ощущаю этот мир, вы ощущаете по-своему, да, есть люди, которые, вот, допустим, мы разговариваем о культуре, о музыке, о фильмах, там, да, и мне говорят, слушай, ну, вот, мои любимые картины, это 300 спартанцев и, как же там, короче, 300 спартанцев, я, говорит, пересматривал 28 раз их. Ну, я говорю, ну, окей, я, говорю, ничего не могу сказать, ни хорошо, ни плохо, то есть, не моя история, я, по-моему, один раз их посмотрел, ну, молодцы, сделали такой экшончик со словом, прикольный, вот. У меня любимые картины вообще другие, то есть, мы даже можем здесь не совпасть, да, то есть, как бы, вы же живете по-своему укладу, вы чувствуете этот мир по-своему, кому-то кошечке нравится, кому-то собачке, да, я вот скажу, что я от собачек, вообще, столько вбираю информации, что мама дорогая, вот, а вы скажете, блин, собачки-то не очень, вот, кошечки, вот это да, то же самое и тут, как бы, задача, какая у вас, нарисовать мужика с большим мечом, и тут начинается столько нюансов, стилистика, внутреннее наполнение, трансляция истории через этого персонажа, как он будет механикой, какая у него будет работать, какая нужна механика, какие обилки, чего, почему, вообще, нужны ли они эти обилки, их не нужно, тут сворох всего, когда вы не задумываетесь над причинно-следственной связью, да, вы, что делаете, вы берете, блин, мы же хотели не говорить о концертах. А я, а я что, я сижу, я молчу, ты сам говоришь, я тебя не это. Давай, все, закрыли тему, давай дальше. Да, 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 это, ну, хорошо, хорошо, ладно, человек вот пишет, что стрим подвис на самом интересном на сиськах Дмитрия, как тебе такой поворот, вот, но мы поняли... Это, это, это интересно. Но это, мы поняли, что этот секрет нам не раскроется, этот секрет останется, как бы, где... Сиськи Дмитрия останутся при нем. Да, да, а мы, мы, как бы, мы не просили, чтобы они куда-то, куда-то от тебя ушли, это, как бы, было бы, было бы как-то очень странно. Ой, они, конечно, порой живут со собственной жизнью, особенно в моменты, когда я очень много жру по ночам, но... А ты не жри по ночам. Мы стараемся их держать в узде. Блин, я не знаю, ночью между едой и сном я бы, безусловно, выбрала сон, потому что я иногда, бывает, сижу, когда вечером уже там допоздна, то есть я прям работаю допоздна, и иногда сидишь, и ты уже чувствуешь в 2 часа вечера, что твой ужин, он в тебе уже переварился 10 раз, и ты снова хочешь есть. Но волевым усилием всего своего организма я иду спать голодная, ну и с утра, естественно, просыпаюсь так, что я хочу съесть просто буквально всё, вот, но я не жжу ночью, потому что мне теперь нельзя, я теперь красивая. Теперь я красив, теперь мне нельзя жрать по ночам. Интересная тема про красивую и некрасивую, но я просто хочу сказать, что на самом деле это, конечно, в большей степени про блуждающиеся какие-то шутки, потому что... Да, в связи с тем, что вынужденно, я начал, наверное, года 3-4 назад заниматься спортом, потому что без него, ну всё, это было бы... Разваливаться стал, да? Да, да, да. Да, понимаю. Вот, и, собственно говоря, так как меня там гоняет тренер мой, я могу жрать хоть хоть ночью, в принципе, мне будет норм, вот. Но спорт, конечно, он во многом спасает, то есть можно где-то, да, даже грешок себе какой-то позволить, потому что ты, в принципе, знаешь, что... Ну, как минимум, это не сильно-то и отложится, а, скорее всего, и уйдёт. Ну, спорт, ребят, занимайтесь спортом, да и пораньше желательно приучайтесь к нему. Да, кстати, это да, это да, это просто тема, мне кажется, очень грустная. Мы как старпёры с тобой, Сюша. А вы кто по-твоему? Кто вы с тобой? В смысле, как старпёры? Я не знаю, как ты, но как бы я... Я молот горяч и готов к свершению. Окей, а я баб Таня, всё, точка, мы на этом как бы решили. Баб Таня, но порох ещё... Ну, это я, как я всегда говорю, что баб Таня... Нет его может кое-кто поджечь. Да, баб Таня это состояние души, а не про возраст. Но просто, да, в какой-то момент, раньше вообще, когда там, когда я была моложе, и моя спина меня не так беспокоила, я вообще на это забивала и как бы никогда ни в какие свои публичные речи вообще не вписывала вот эту тему того, что надо как-то хотя бы умеренные физические нагрузки делать, потому что, особенно с нашим сидячим художническим образом жизни, это пипец. Но после того, как я прочувствовала все прелести организма убитого как бы работы, и после того, как я из этого выкарабкалась, я теперь вот всем пропагандирую хотя бы умеренно здоровый образ жизни. На самом деле, это же все равно в пустоту, потому что вот это та же тема, как и с алкоголем. Сколько не говори, что не надо нажраться до свинячьего везга и находиться в алкоголе неделю, да, пока у тебя организм не начнет кашлять. Ну, как бы все студенческие гу-гу-годы это делают. Поэтому мы тоже как эти, чего но. Но, это даёт, вот ты, безусловно, да, конечно, я могу говорить, меня может никто не слушать, но это даёт мне, знаешь, какой шанс, что если человек потом после моих этих речей скажет, а вот я, а теперь у меня спина болит, потому что я спину себе убил, я буду стоять и хохотать, не-не-не, наоборот, я буду стоять и хохотать в духе, я же говорила, что надо заниматься спортом, ха-ха-ха. Ну, то есть, это позволит мне злодейский гыгод, например. Это неплохой вариант развития. Ну, это все эти варианты, это да, вариант. Да, да, то есть, если у меня... Тогда у тебя достаточно большое поле деятельности на будущее. А если вдруг меня кто-то послушает и задумается, и действительно начнёт, ну, хотя бы, знаешь, по полчасика в день пешочком ходить, просто прогуливаться вместо того, что то и то хорошо. Да и с какой стороны не посмотри, хорошо, как бы вообще. Хорошо. На самом деле, я могу всем посоветовать хотя бы просто гулять, потому что у меня работает четко схема, когда я что-то делаю в спортзале там, или вот у меня, слава богу, через 15 метров идёт лес, такой уже таёжный, мне приходят интересные идеи. То есть, в процессе, когда ты ни о чём не думаешь, такое медитирование происходит в процессе хождения, там наблюдение за чем-то вот очень много интересных идей приходит поэтому в принципе пробуйте еще такой лайтовый спорт для того чтобы и что-то еще и придумать вообще полезно со своими мыслями находиться порой наедине это на самом деле штука достаточно ну ну нужно я кстати говоря по поводу пандемии я вообще не заметил практически потому что ты живешь где-то вообще далеко и и пипец ничего практически не было то есть как бы во первых я сижу дома работаю но у нас магазины не закрывались рестораны не закрывались как бы кто летал тот и летал ну да там страны по закрывались некоторые разговора нет если вдруг не знает дима на сахалине просто если что это далеко и только японии но действительно в другие страны да вот нельзя было летать но когда мы приехали вот буквально там по делам семейным в москву то да через какое-то время и в питер через какое-то время уже все нужно штрих-коды и начались какие-то локдауны небольшие там убрали все столики с фудкортов по закрывали половину этих фудкортов и так далее так далее вроде бы так уже что-то как-то начинается и чувствуется вот потому что у нас здесь как бы вообще ничего такого не происходило как мы ездили на это море вот как мы ходили в магазин до маски но в некотором плане даже иногда и маски то у нас и не требует а вот будет даже есть такой но это как бы и нехорошо неплохо просто но есть вот относительно гулять я кстати очень можете конечно делаю неправильно я люблю ходить пешком я иногда прям сознательно выбираю какой-нибудь маршрут когда я выбираюсь из дома потому что я не так часто это делаю ходить пешком но у меня такая беда как-то это не беда что я не остаюсь все равно со своими мыслями наедине потому что я же еще очень музыку люблю я включаю я обычно сюда иду в наушниках с музыкой и я это просто друг другая форма эскапизма для меня вот и поэтому да у меня у меня нет мыслей в этот момент в этот момент я просто иду получше подпеваю наушникам вот как разговор о том кому чего приходит и как то есть как бы кто-то расслабляется кто-то медитирует вот так просто с музыкой под ритмы по ощущению просто настроение природа окружение город все все вместе это резонирует да я люблю подумать пара по размышлять на какую-то тему при предложить какую-то идею и сам собой а кстати с собой сам разговаривать достаточно бывает чай часто то есть особенно когда работаю что-то нарисую и саму себя спрашиваю ха 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 хорошо получилось или нет нет вот здесь бы я убрал здесь бы я добавила если вот так если вот так то есть мои мэма это дома уже привыкли какая к этому вот или я сижу допустим и туплю в монитор на 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 картинку допустим час вот моя уже не спрашиваю мы долго с ней уже достаточно живем вот и уже понятно и она понимает что я не занимаюсь там каким-то на 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 нарциссизмом и там удовлетворяюсь себя вот этой вот этой картинкой нет я просто смотрю что в ней не не так что мне смущает и так далее и так далее тогда все каждого свои такие штуки и в принципе мне кажется это это нормально это к вопросу о том а вот где найти вдохновение как пройти понятно что может подойти способ далее допустим а послушайте вот эту музыку посмотреть вот это кино она может зайти и вопросов нет вот меня в свое время удивил андалузский пес а вот ну прям удивил то есть как бы не не то что это какое-то вот такое странное кино ретро подача идея сложность мыслей фактура форма и но собственно говоря это было это это было наверное одинаково но не одинаково близко по ощущениям когда я первый раз увидел как как картины ван гога то есть тоже был у меня как можно интересно почему почему вот этот чувак дел именно вот так и она живое она очень такой пастозная и в этом было много идеи и формы и психологизма цвете в общем в композиции во всем в этих простых таких мазках к казалось бы да которые работают на ощущение очень мощно вот то есть как бы у каждого свое вспоминаю что ван гога я не оценила пока не увидел его живем я мы его когда проходили на истории искусств ну естественно в репродукциях книжки я такая для меня это вообще было что-то ну в духе ну то есть я понимаю не мазня то есть духе я понимаю типа ценность этих картин с точки зрения искусств истории искусства но вот меня как бы вообще не трогала ну то есть это не то что мазня ну как бы меня не трогала а потом я переехала первый раз в жизни приехала в питер пришла в эрмитаж увидела ван гога живьем и такая не ну все 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 понятно все понятно все сразу после смерти но тем не менее и вот ну да нет ну как да с традиционной живописи иногда бывает такое особенно со специфической типа там коньки постнапрессионизм что как бы на репродукциях очень часто не до меня не доходит смотреть это конечно да это конечно да и относительно фильмов я не знаю я обращал я какое-то время назад стала смотреть ну как несколько лет назад пересматривать прям старые фильмы черно-белый там франкенштейн там 30 какого-то года или вот наш борис годунов офигенный он там какого 50 60 какого-то вот черно-белый я прям я восторгалась как они работают со светом там со светом потрясающая работа конечно вообще мощь там прям театральной постановкой пахнет конечно немножко то есть понятно что она все театра перешло но это же не плохо да это наоборот хорошо это смотришь на свет такая типа помогите почему-то классно школа нет но если мы говорим о кино то естественно плеяда режиссеров и советских из-за зарубежных никто не отменял нашего и тарковского то есть как бы тут тут много о чем можно говорить но просто мне кажется так все на поверхности так это все близко и понятно что ну в общем даже на наверно там остановится смысла не просто по ощущениям то есть это как то то же самое ты берешь какую-то еду конечно такое сравнение не очень наверное мы правильно мы любим еду поэтому мы нормально нормально то есть это как обычно тебе дает вот слушай вот есть такая про продолговатая штука называется сосиска ты блин давай попробуем пробуешь сосиску живу действительно клевую штука может смаз макс макс макарухами можно а вот еще горит в заморской одной стране есть такая штука называется хот-дог пробовал нет и то же самое ты знаешь одно второе третье потом блин а если я совмещу макарухи и хот-дог ну блин не не очень работает а если вот тут вот так то есть принципе вы по ощущениям начинаете искать какие-то решения потом приходите к своим каким-то вкусовым ощущение то же самое и в кино то есть вам понравилось какой-то такой вот очень необычная допустим кино или чуть-чуть необычные кино да вы взяли что-то похожее посмотрели не не бы не подходит да там папа посмотрели одно второе третье четвертое пятое что все нет пути назад ребята нет пути назад вот я один раз парню быть суши вот что такое посмотреть прям такой вот такой знаешь у тебя же но можно домой моим или материться хотели конечно можно конечно можно даже это я сейчас тут не делаю обычно вообще таков путь давай ладно я я скажу немножко по по-другому за зал за зал упательской такой я к какой он будет ну вот тут какое такое чтобы вот было и хорошо и сложно я буду посмотри вонга коровая допустим или там что-нибудь можно там кимкидука посмотреть он посмотрел говорит не слушай да и чуть попроще ну вот видишь тоже свой есть такой диапазон да что можно чего нельзя годовых то вас то с тобой сходим вы в италию там в испанию сходим во францию в германию бы лучше пока не ходить там специфические товарищи поэтому как бы это же интересно путь 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 путешествовать по вот этому огромному нашему шар шарику приобщаясь к тому ко второму третьему вот тоже самое кстати говоря и в и в концепте поэтому возвращаясь к нашей профессии когда начинается вот такие вопросы по поводу стилей по поводу а какой лучше сегодня вот говорят фэнтези сейчас там как раз есть да да просто как раз есть очень сильно вопрос который которому просто вам и плавно просто пришли сейчас к нему вот и меня всегда это удивляет потому что в принципе столько много художников столько много проектов и в свое время люди думали что ну все викторианская эпоха какой-то стимпанк какие-то парапанки это уже все это погибшее дело никто к этому не вернется потом выходит плавненько так дизонард 1 и что-то все так призадумались до своеобразно да туда туда ну да клёво и понеслась душа по кочкам пошли маленькие проекты потом крупные студии стали то есть здесь не угадаешь если вам что-то нравится если вы хотите что-то делать делайте давай к вопросу давай по залива вопросу потому что возможно ты сейчас на него уже отвечаешь давай сначала моего озвучим а потом ты на него еще раз ответишь сейчас огромная конкуренция очень много подрастающих художников на намечается после курсов одинаковость стиля как выделиться и как урвать того самого заказчика вот про одинаково стиля простили в пара заказчики проработать проекты сушки но это дело все на самом деле комфорта если вам комфортно работать в этом стиле в этом каком-то стиле да то работаете то есть все равно же есть те кто делает лучше в каком-то этом стиле а кто делает хуже да я просто не видел курсов курсов как бы очевидно есть вы выходит выпускники ты чувствуешь как бы а вот тут рука клюшкина побежала конечно не так сильно как у тебя ну вот есть такой давай давай как говорится зерна от плевел разлим принцип в дизайне идейности или манеры рисования манеры рисования но на мои по памяти только более-менее два чуть-чуть чуть-чуть человека похоже делали в твоем случае меньше я наверно просто видела меньше выпускников но все равно иногда я видела что вот смотришь буду было такое что я смотрю на картинку за значит концепт и ты понимаешь что что-то клюшкиным пахнет а потом ты видишь что человек из твоих курсов и такой ну ладно план нет но слушай ну я же ничего тут не могу сделать я думаю что в процессе через человек немного изменится я знаю много уже профессиональных художников как которые фанатели от сережки нашего замечательного к кольца вода и потом вдруг они открыли для для себя там яблонского да и открыли потом 2 3 их мотала как я не знаю как он я ную муху и в принципе у них потом сложился свой свой определенный образ вот в нашем таком толстом комьюнити и в принципе они заняли свою нишу то есть я ничего в этом предусудительного не вижу просто люди видно нравится как я рисую они пытаются сделать то же самое либо подспудно это у них получается если они в этом остаются они могут в этом вариться мне кажется что на процессе они просто виды из меня и изменяться вот я это не учу их рисовать как я тебя я тебя не обвиняю в этом просто твой стиль он очень специфичный он очень узнал очень 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 как бы мы обычно когда приводим когда говорим про какую-нибудь такую специфическую стилизацию мы говорим про скиллзап но как бы тут они просто таки так все мы сложили свои полномочия тут у нас вышел клюшкин на передний план вот но просто действительно есть такая проблема для кого-то это проблема для кого-то не проблема что после курсов действительно выпускники очень сильно ну то есть такие типа с конвейера но на самом деле вот с одной стороны может быть с точки зрения узнаваемости и прочего это может быть и какой-то минус но с другой стороны как бы учитывая вот я не знаю про одну про скиллзап ничего не скажу но смирнов мне кажется просто готовит конвейер для работы на мобилках потому что это его ниша ему это нравится он видно это пропагандирует я как бы поэтому то есть как коллега по цеху я как бы ничего не буду говорить по поводу того чё как я на это думаю вот но это его ниша он как бы делает свое дело ну так я поняла нельзя становиться преподом потому что тогда я потеряю возможность говорить про школы и ругать их или там хвалить неважно что потому что я коллеги я достаточно много знаю про внутрянку много многих школ потому что по воле садеб много общаюсь с учениками которые как ты понимаешь в желании научиться ходят не только в одну школу и в один курс да и поэтому не не засылая никаких казак казачков в разные школы я в принципе более-менее знаю как там что происходит у меня есть свои свое мнение на этот счет вот этому как бы ну тем более мы работаем баба баба в одном группе направлении принципе ну в общем каждый делать свое дело вот то что там казуальная стилистика есть так у него у самого она проглядывается поэтому как бы папа понятно вот почему я диска могу тебе сказать что моя задача к которые у меня появилась в процессе создания курса и которая была по подогрета еще мама моим обучением сначала в колледже по потом в академке была подогрета соус а собственно моими педагогами как а как а которые никогда на моей работе ничего не рисовали никогда и я всем своим куратором запрещают делать вот и эта установка она железная если кто-то я узнаю что это делает я сразу начинаю общаться в личке что ребята лучше этого не делать потому-то потому-то и потому-то этим грешат многие школы а вот поэтому вот наверное вот я большей степени не просто не одни вернее не о там к казуальности не казуальности а в принципе про момент обучения и волей-неволей когда ребята включают вот этот over pain до в процесс то и получается что стоит студент отчасти начинает уже обводить скриншотики делать да какие-то штуки там по отмалевывать и так далее так далее так далее я не говорю что там и то есть во всех школах но вот мне лично вот это больше не нравится да потому что вы забираете ученика его папа папа по сути свои я и да получится так как красивее симпатичнее но он вы выйдет за двери вашего за заведение останется один на один и чем будет делать дальше вот это большой вопрос пусть он лучше мой мой монитор свои сломает и будет рисовать 33 раза одно и то же но он по крайней мере при огромные усилия как этому приложит то что ему нужен результат вот они просто обрисует то что более менее уже есть а поэтому все остальное там кто готовит как а звальщиков то там работает с фото под фотографиями для кино людей что-то еще пусть что хотят то и делать и главное чтобы они специалистов готовили хотя бы помогали отвечать на те вопросы с которыми приходят ученики собственно говоря я и пытался это сделать когда по передумал курс мы помним что это все еще не реклама курса и реклама курсы откровенное да мы помним что мы не хотим чтобы это все звучало как реклама курса клюшкина поэтому мы как бы не советуем вот на самом деле это уже профессиональная деформация да это конечно у тебя профессиональная деформация блин это уже какая-то за 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 зараза надо оставшееся время вообще говорить про курсы мне не получится не получится наверное вот не получится но мне кажется еще деформация иногда в том что как бы ну и я тоже бывает когда я что-то там про что-то говорю или что-то хвалю я такая это не реклама это не реклама ну типа это это не реклама мне никто не платил никто не просил это мое мнение потому что мне кажется просто сейчас социальные сети интернет он вот такой что очень много действительно рекламы и очень часто скрытые возможно люди такие становятся таки более порноидальные поэтому такой это не реклама не реклама вообще сейчас медика сейчас медика достаточно жмёт со своей на навязчивостью и какая конечно но раз я понимаю людей которые говорят что блин ну что это такое надоело тем более когда вот такие вылезают моменты как с площадкой на которые сейчас работают поэтому конечно можно люди по понять вопрос его спорах спрашивать хотят получить на него ответ на чем строится концепция вселенной пепел о как и тишина да нет просто я не хочу долго говорить концепция да она про про людей но смысле не про людей людей а папа папа про судьбы вывод и все потому что любая любой фильм любое кино любая книжка она не про фантасмагорический корабль во вселенной она про людей если там интересные судьбы то интересно их смазма смотреть в предлагаемых обстоятельствах вот если говорить в целом то там это сюжетные понятные вещи не скажу но базис мира в том что был близкий для нас по визуалу мир он сковырнулся и собственно говоря многие вещи изменились в том числе и технологии произошел откат и это изменение стало достаточно глобальным о чем кстати говоря многие забыли вот собственно говоря вот если говорить о мире прям вот это вот изменение то на что она стала влиять она со 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 собственно говоря и и вплетает в себя эти судьбы и желание возможности вокруг которых и крутится разного рода сюжетики все сюжетики и сюжетики а вот я могу сказать что самый первый сюжет который я хотел сделать и о нем думал я в четырнадцатом году назывался бабочка могу рассказать он достаточно простой если хочешь вот я все равно его наверно уже не буду толком использовать а вот про мужичка все равно там нюансов не расскажу чтобы не это вот там все было банально и просто то есть мужик работал работает в городе а вот и собственно говоря он один из начальников которых много и собственно говоря семьей у него не очень по разного рода причинам в том числе и по его вине а вот работа доступ к к к к ко многим вещам в том числе и к свободному времяпрепровождению в оботрыве от семьи и в общем ушла от него семья а вот и собственно говоря мужик как-то уже осунулся ничего ему стало не интересно всем попробовал совсем сходил во все места и разного рода и интересности в плане писчи и и всего остального а вот ну и стал грубо говоря чахнуть потом пригласили его в клуб один и сказали вот то что ты хочешь вербер вернуть может тебе вербер вернуться нужно только посидеть за столом рассказать об этом обо всем ну и собственно говоря если ты готов отдать кое-что то в принципе у тебя это все будет в общем приехал он посидел в странном месте а вот ну и собственно проснулся на утро и по факту многие вещи стали возвращаться в ощущение естественно семья к нему не вернулась но по ощущениям он стал видеть прекрасные цветы вокруг потому что его воспоминание самое прекрасное это было то как они гуляли с семьей в оранжере это было самое прекрасное воспоминание и по факту с помощью скажем так отсадки к нему демона он стал в определенный момент превращаться в бабочку и собирать пальцу с цветков он только цветки это были детишки всевозможные женщины и он составился с этим бороться собственно говоря эта история была про то как он с этим борется не может с этим справиться то есть начало очень маленькая кто как это произошло и основная история про 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 то как он понимает что с ним происходит это что те жизни которую за забирает собирая пыльцу скажем так с живых и порой даже по прекрасных хотя и бедных каких-то детишек а вот разъезжая свои карете то есть он визуально при превращается реально в такую своего рода бабочку с хоботком там со всеми делами но честь не просто обычная бабочка но уже там есть нюансы и на этом все строится то есть вот такая была история как и какая развязка у всего это собственно развязка про проставил он он просит его одну из собственно говоря родственников на убиенного мама малыша и его пристрелить она его убивает вот и все то есть он 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 себе приковывает и ждет пока собственно он сдохнет понимая что но все то есть тогда дальше жить невозможно и вот это развитие того как он к этому приходит на этом строится основной со собственно говоря сюжет то есть мне интересно это вот в таком плане раскручивать то есть не сама при 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 вращении да то есть вот он что-то захотел пришел и вот там началась в этом мутантская история это все понятно а вот то что с чеком происходит через некую аллегорию до через его такую вот интересную форму причем там когда я раскадровки делал по под этот сюжет там вот именно как его некоторых манги до или комиксов там нет прямого как а кадра где он превращается в эту бабочку там дизайн все это дело урывками 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 он предстает самим с вот таким вот превращенным интереснее конечно было бы вообще без превращения так пофантазировать как это может быть в действии и и и и и в принципе вас об осознании того что происходит вот но как так как я все концептер мне захотелось визуально его как-то решить интересно я вижу я вижу этот твой а мини мини рассказ как один из эпизодов третьего сезона любовь-смерть и роботы а эти значит что скажу они предлагали мне ничего тебе предлагали к ним идти и почему так рассказывай рассказывай как так получилось что ты судя по всему не там ну потому что мы друг друга не не то что не поняли я просто у меня на тот мой момент было два жестких за заказа я на контракте был я не мог я сказал что ребят вот если можно давайте чуть-чуть через два месяца не искали ну не чувак так так не пойдет блин спасибо за предложение я первый сезон был крутой спасибо вот если что то я как-нибудь с вами схлестнулся в работе но в общем я не отказался а ты сейчас можешь к ним прийти и сказать вот слушай я не могу у тебя там аниматор на нетфликс я писать это соса-соса сам не буду в тот раз они не важно не важно но вдруг я не знаю аниматор который от тебя ушел на нетфликс и вдруг он подкинет и скажет типа давайте нетфлик сдайте денег на мультик такой вот а ну хотя бы на не на сериал я тебе для чего это рассказал для того чтобы примерно объяснить как я попытаюсь мы мыслить вот в это вот в этих историях про пепел то есть мне сам саса сама пляска вокруг какого-то дизайна и превращения она не столь важно она важно для краски а вот сама как это будет развиваться в том числе там же не он по сути один был в этом деле сюда там еще были собственно говоря героя части от кого идет и повествование вот потому что мальчик исчез и сестра его искал со своими друг друг друзьями вот как оказалось в конце в доме когда они нашли его он оказался уже там не очень то же живой и там вот сам дом коконы и так далее он там у батареи привязаны ждущие когда все закончится здесь на изможденные так далее так далее как он исчез и собственно думали что все прошло и вот она находит его и получается вот такая развязка и какая конечно когда мы опять таки обсуждали с одним чеком будет блин суши ну надо чтобы был живой не 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 надо ну так так все по потеряется как бы нет не суши ну блин если даже к короткометражку делать это жестко это самое то наоборот наоборот нижнюю я за кто не смерть и трагедию нет но я могу сказать что в общем таких историй там немало но просто мне мне в принципе интересно вот эти вот твисты как а которые работают на протяжении какой-то достаточно простой истории но с красками допустим там превращение какое-то так как искал подсадили демона до что это за демоны чего не делают как они делают то почему я сейчас это не раскрываю потому что это очень важная часть мы будем ждать мы будем терпеливо ждать как бы судя по всему нам ждать еще долго но мы будем ждать и собственно говоря первое вот это вот как какара пулечка над которой сейчас работаю она вообще не связана не с городом основным в катку к которой много там все происходило что я придумал раньше она как бы те тематические по миру связано соса со всей этой штукой и отсылки потом к ней бубу бы будут вот но я решил так ее не у нее немножко сделать про других персонажей то есть и в принципе просто вот это вот маленький сюжет из который там будет просто обрисовать а это как пример вот то как мне интересно работать вот надо надо над проектиком таких историй там много в общем собственно из этих историй состоит вот эта вот штука вот я так понимаю после этого значит выходит пепел такой предположим предположим книжка да то значит ты его открываешь значит читаешь начинаешь читать с азартом бодростью радостью а под конец ты такой как есть вот там картинка мини-комикс когда ты под конец лежишь такой с глазами открытыми уснуть не можешь потому что тонь потому что безысходность тлен все как я люблю но не так плохо я не к тому что плохо для меня ты так как бы хорошо просто вот там не только будет все утопия и изодомия нет но очень нравится мне кажется нужно сделать к лозунгом компании как бы движение пепла пишет в чате что я была заинтересована в пепле но теперь мой интерес вырос вообще до небес ну в общем поэтому придумая вот эти все истории как бы начиная их рисовать ты понимаешь что в принципе складывая сюжетную арку ты блин но таких за заказов не него не приходит и я внутренние даже до время собой боролся думал барин дима да какая какой какой пипел как какие какие как книжки в этой работой нужны деньги нужно себя ставить как концептер чтобы было цит и цитируем и чтобы приходили люди там и так далее пошли но было такое время что нужно было как как-то по крайней мере выйти на определенный уровень а потом когда ты снова возвращаешься начинаешь а вот здесь вот так вот нарисовал одно второе третье придумал это ты получишь такой кайф сумасшедший и да проблема в том что я не писатель и в этом есть очень много про проблем и со собственно говоря скорее всего будут как косяки с но я надеюсь что когда это все выйдет она будет скажем так картинками дополняться такими которые будут на голову выше этого текста которые будут внутри не самая редкая история поэтому собственно да жалко что это долго жалко что все конечно не так как хочется но я просто себя успокаиваю тем что значит так надо ужасно завидую в этом плане потому что я не могу я вот мой мозг я понимаю что может там практика все понятно мой мозг не способен создавать длинные истории то есть законченные нормальные длинные истории я понимаю что мы что моей голове что есть у меня какие-то я могу придумать там кусочки очень маленькие чего-то ну вот вот целиком сделать какую-то большую историю так что моя зависть сейчас как бы она также горяча как солнце в питере а это очень и очень жарко кстати говоря я увидел когда я придумал эту историю она была одна из первых а потом я увидел у петра у львомского в картинке там пункт дизонорду что ли где мужик там с крыльями летает думаю болен ну конечно не дизайн был другой вот но вот в таком викторианском городе каком-то таком значит но арчик и все такое и там летает такой мужичок с крылышками думаю кто-то подсоединился хотя много на самом деле таких картинок вот но там дизайн конечно был у меня другой но прикольно так посмотреть уже на готовый арт в чем-то похожим с тем что ты придумал но хотя бы совершенно разные мне кажется даже если бы прям делать то же самое у тебя снова бы не получилось потому что ну идея идея реализация простите мне это вообще сады же экспериментировали я приглашал ребят которых неплохо знаю вот и просил там тех с кого я очень хорошо знаю порисовать разные концепты просто по фану чтобы мне понять стоит мне обращаться к профикам или нет то есть просто в помощь вот и задача допустим было нарисовать человека достаточно симпатичного мужчину который в выпив скажем так некую сусор субстанцию и на 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 некоторое время знаю что превратится или пожелает то что он хочет вот он пожелал быть прекрасным известным красивым за замечательным вот и такая достаточно банальная вещь и мы стали рисовать вот нам сказать что у меня папа получилось очень специфически вот в отличие от всех остальных потому что там тоже были клевые идеи но я понял что не все-таки надо самому все 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 рисовать потому что очень специфический папа попасть в ту идею как которая у меня есть она не получится у меня по по сути своей но если так надеюсь я правильно нет правильно расскажу то есть у меня получилось так что тело дидифа деформировалась в картину рама это были руки вот а он был внутри деформации в корону сверху над головой мощный красивый его мне бы даже в голову такая понимаешь а там ребята там тоже дёдё деформы огромные там красивые скуластые он там с чубами с огромными там волосами красивыми там и так далее понимаешь и вот когда я это все сложил мы мы так это улыбнулись по пообщались и они где суши ну блин нам нравится никто сказали наши больше больше но факт в том что если предлагаемые обстоятельства история которая предполагается мы им конечно рассказал для чего этот концепт а вот блин не делай сам допустил идет больше времени но делаю лучше сам потому что вот она 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 работает чуть чуть лучше чем как бы если мы будем там предлагать свои варианты но у меня пай 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 появилась другая идея fix когда возможно это уже будет все сделано может быть там обложки у своих друзей по заказывать не знаю но в общем такая идея и чтобы они все были знаешь там первый выпуск а там одна обложка 2 выпуск от другого художника обложка мой прикольно мне кажется но это такие фа-фа фантазии потому что чё делить шкуру не убить ну да но зато сделать зато ребятки вы сейчас как сказать сейчас будет тоже немного иронии поэтому не переживай ребятки вы же вот сейчас наглядно услышали чем крутаны отличаются от нас середнячков вот мы середнячки получаем тезе и делаем все скажем так в рамках банального а какой-нибудь вот человек вот при вот это вот придумает такую реализацию идеи ты сидишь и думаешь еб твою мать как до этого можно было додумать вот вот меня когда спрашивают типа чем я отличаю ну то есть я же считаю себя середнячком хорошим хорошим художником но таким середнячком и меня когда спрашивают я отвечаю что дело-то не в технической составляющей ну то есть не в уровне рисования как такового а в голове потому что мой мозг просто не способен перешагнуть ту грань которая сделает мы чуть больше чуть какие-то такие банальные картинки чуть менее оригинальными вот так что вот учить учитесь у лучших так сказать вы вас все равно не получится это не реклама курса это не реклама это даже не реклама димы я просто же я просто завидую ужасно прям невозможно него но я человек который постоянно всему завидует поэтому такое слушай мне интересно хочу прекращать нет я буду завидовать и ты меня не остановишь мне интересно насколько вообще про продуктивности с точки зрения вот создания каких-то историй прочего вот эти помогает вопрос про начитанность помогает ли тебе начитанность очень много читаешь или ты там не особо читаешь или ты раньше читала сейчас вообще не читаю вообще не читаешь практически практически мечта слушает интересный вопрос как влияет ну собственно не только начитанность я думаю вообще культура который может иметь разного рода проявления изучения этой культуры на жизни концептера мама моей допустим я потому что могу сказать себя у меня однажды был диалог с человеком и значит мы у нас просто такое типа общение ля-ля-ля и человек говорит что он вообще не читает книжки вообще-вообще я как бы удивилась потому что ну я люблю читать я сейчас мало читаю из-за того что ну времени нет и вот это все но тем не менее стараюсь и мне кажется и и короче у нас диалог был потому что мы пришли вот был такой поинт что зачем художнику типа вообще книжки читать можете по визуальные ребята а я как бы сижу и для меня это не очень понятно потому что я считаю что художнику очень важно читать книжки это даже не то что обогащает какое-то вот понимание старителлинге да и как вносить какие-то вот как рассказывать пусть даже визуально но мне кажется это так в том числе обогащает фантазию особенно когда книжки грубо говоря ну как бы визуально интересные то есть я всегда привожу в пример чайном явиля с его трилогии там про вокзал потерянных снов и дальше если бы если бы я не знаю у меня был какие-то силы ресурс и больше желания мне кажется я бы все бы сделала чтобы проиллюстрировать вот тот мир потому что у нас только создает визуальные образы текстом что тебе хочется это прям рисовать или вот из недавнего это пиранези сузанны кларк там тоже настолько шикарно описано что ты хочешь это нарисовать очень сильный у тебя ты читаешь текст а у тебя в голове создаются картинки просто в этот момент мне кажется ты художник это важно но но это я с точки зрения визуал смотри я с собой я с собой просто скажу последнее я ничего нового не читал от собой в поездку за что потом папа папа получил людей от жены я взял старые книжки абсолютно это дюна это значит какой господи остров сокровищ и макс фрай я взял вот собственно говоря вот просто чего в голову взбрело вот у меня на столе тут и пушкин лежит то есть как бы и я вообще всеядный мне просто нравится что-то сделано по моему ощущению талантливая очень кайфую то есть у меня нет задачи знаешь познакомиться с чем-то новым чтобы так узнать новую историю мне в принципе своей головы хватает чтобы какие-то штуки интересные забубените их порисовать то есть у меня за занят процесс порой вот этим самым придумыванием этого я никуда не могу идти к вопросу о наполнении безусловно безусловно читал безусловно смотрел слушал очень очень кстати я любил свое время музыку разного плана классическую там ворок музыку там металл и так далее так далее который в определенный момент очень эмоционально заряжал в процессе придумывания и некоторые вещи конечно же под этим воздействием они получались очень своеобразно но и тут надо сказать что я придумываю с детства то есть и меня любили с собой брать ребята я не умела сказать анекдоты я не я я не каких-то там шутки прибаутки при придумал я всегда рассказывал истории которых они не знали но я рассказывал истории их выдумывал на ходу и это было с детства то есть по факту какие-то были зачатки как на которые просто обращал внимание и мне было прикольно на вот я могу взять какую-то базу и усовершенствовать ее или дать ей дополнительные элементы как а которые вызовут эмоции у людей когда получилось хуже когда получилось лучше вот но тем не менее это это было и собственно говоря когда я стал уже работать не всегда что-то к нам при приходит заказ который нужно там придумать историю вписать там перед персонажем какой-то интересный сюжет на плюс его там механики и так далее иногда приходит просто заказ сделать там 33 костюма болванку да и собственно говорят что тут тут сделаешь ты берешь определенные крюк ключи плав пластические берешь тематику и сеттинг да но чё тебе рассказывать и сама прекрасно все умеешь знаешь а вот и конечно ты алчишь ты ждешь когда же при придет проект к в котором мама можно будет чуть винтить и в принципе в принципе слава богу мне такие проекты приходили были проекты которые вообще не состоялись это были инди проекты я как-то на стриме говорил там про деда и бабку про лесоруба там небольшая игрушечка была с французами моему моему теле я даже помыть деньги так там какие-то вообще смешные по получил но я кайфанул я подумал вот одно второе третье предложил им вот и в принципе это очень хорошо сработало то есть даже на на базе того что люди загорелись этой идеи и стали менять механику игры потому что то что я предлагал было интересно вот и собственно говоря вот один случай второй третий потом когда я приехал в китай работать в этот в над из меня сначала кидали на иллюстрации на отрисовку там как и концептов то есть я придумал как концепт я еще его отрисовал до финального рендер что терпеть не могу на самом деле делать но это по моим картинкам норовидно мне нет каких-то там сложных иллюстративных прям каких-то вещей вот то есть я фанат этого не ловлю я в принципе могу это делать да но вот мне больше нравится идей создавать и когда они это поняли вот они места давать определенные тезисы и задачи и кидать на начальные стадии проектов то есть там где нужно именно вот бомбить и количеством концептов давать идеи работать с гейм-дизайнерами и так далее так далее так далее в принципе спустя там два месяца я уже просто был как такой приходящий концептер как а которого кидали на на проекты этом сменил их и не помню штук на 8 9 за то время что я там был и в принципе вот вот я тетям и занимался даже потом их не одни одни отрисовывал другой вопрос как они там заканчивались и даже иногда там ругался с теми кто потом это отрисовывал потому что я дал одно а там вообще какая-то хреновня непонятно вообще по размерам какая и и почему а потом я уже и моделлер сделал и я прихожу к лиду этого проекта мы с ним общаемся бы суши а ну вот тут вот идея была такая что случилось кто-кто как бы на каком этапе все пошло не не так еще у меня спрашивайте я же я же над ними не стою я я в принципе то дело сделал ушел потому что тут вот это вот это поправить чтобы мы потом это откорректировали вот и ну и приходилось пару раз этим заниматься хотя в принципе странно стал сломанный телефон как бы да как пайплайн работы звучит как себе вообще да но это был один всего проект обычно там все было очень круг круто отстроена то есть каждый отдел занимался своим делом то есть в принципе но это я так понял это просто как какой-то чувак как обычно там бывает пришел молодой и рьяны ему дали по пару-тройку людей для того чтобы потом это все пипиченком поправить а вот и в принципе он вот эти идеи да и меня туда бросили потому что очень круто там амбициозные идеи у него были какие-то а вот в общем я там не очень много работал был странный как как же какая-то такая история вот но в основном там было все круто то есть меня кидали в начале одно второе третье я с геймдизайнерами обсуждаю добымута можно вот так можно вот так смотрите я могу вот это сделать и в принципе и конечно удивляло что я без референсов они подходили тоже рассказывал и там пять человек шесть человек стояли за креслом мои мы смотрели на монитор ожидая не то что там как я это рисую да там как какой-нибудь там наш знаменитый великий кикен джунджи просто как в какой момент это это скотина вытаскивает референс а я их не вытаскивал я просто сидел молча рисовал полдня они полдня подходили и смотрели что я делаю вот и потом пригласили в кабинеты и говорят сушки а вы можете наших ребят поучите вы нет почему его мне в контракте этого нет давайте дополнительные деньги поговорим то есть тогда еще уже было понятно что одну в принципе какие-то штуки я делаю не совсем так как как другие вот это не то что там как бы я знаю что некоторые ребята да делают еще лучше но по-своему но просто это к вопросу о художниках как которых очень много и вот это вот засели референсов и вот этих вот гомункулов как которых сегодня очень много я не говорю что это плохо но просто так или иначе порой при приходит необходимость сделать реально новую идею или по крайней мере трансформировать то 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 что уже было а вот с вот этим уже начинаются проблемы вот и поэтому гомункулы это рыночек порешал конечно рыночек порешал если бы на рыночке с точки зрения именно бизнеса не нужно было по сути очень часто делать гомункулов конвейер то мы бы наражили в каком-то другом более интересном мире но то же самое но в принципе ты знаешь я я я я я не я не расстраиваюсь потому что люди наелись в определенный момент захотели новые пластики и смотри года два на на назад на определенных художниках какая-то которую так или иначе даже собственными картинками такой обрубовочные естественные стилистики вылезли проекты которые эти художников подобрали вот и сделали достаточно новый виток в то в той же иллюстрации да то есть у нас там два три года на назад опять-таки был определенная стилистика в основном был в иллюстрациях которые сидела лет лет 5 на 6 потом одно второе третье тут еще и валорант вышел ну вот вот это вот вся вот такая вот веселая история с картинками обрубовочная пастозная такая жесткая вот она дала новый тренд и некоторые проекты выходят они в принципе берут это дело то есть я думаю что это все зависит от задачи вот и люди как как конечно виде что стилистически она работает предлагает какие-то одно второе третье решение вот ну конечно это бизнес и никто не хочет рисковать поэтому я к этому абсолютно спокойно отношусь вот наверное на этом я и закончу это спокойно и к этому отношусь кому надо тите научиться уже спрашивают если если дмитрий рисует собирается рисовать комиксы то как он подходит к этой работе улицы ну это не комикс будет ну комиксов и свои за 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 тоже так же манга ты будешь ты будешь типа арт-бук а что ты подожди если это будет не комикс что это будет это же был комикс когда когда то есть естественно когда я стал работать с форматом к комикса с ритмами с компоновками и так далее так далее так далее я понял что мне это не очень нравится и собственно вот ты сейчас на очень такую тему заговорила до сих пор к сожалению четкого ответа себе не дал я усреднил формат повествования до более или менее горизонтальных картинок в редких случаях с вертикальной как а компоновкой некоторых композиционных решений то есть стандартный комикс в котором очень много там нарезки по эмоциям до чтобы добить ощущению у у зрителя допустим в динамике треугольная какая-то композиция с выкрученной перспективой такого не будет потому что как я тебе сказал в начале хочется эффекта картинки из мультфильма то есть по сути ты делаешь такой аниматик без заниматься и ну то есть аниматик ну тип того да но это тоже не будет знаешь просто горизонтальные картинки одна за за другой дверь движется то есть там будет какой-то симбиоз и те раскадровки которые сегодня есть они спокойно под этот формат могут трансформиться тех технически технически это все еще можно назвать там не знаю визуальной новеллой комиксов графическим романом потому что даже была идея вообще сделать такую штуку необычный сделать разворот там с 5-7 значит композиционными решениями на странице а вообще сделать один разворот одна картинка и ты делаешь другой разворот другая картинка но это как бы когда я стал ттттттс попал получилось что не все там работает так как мне хотелось а вот так что в принципе я кое-какие штуки потестил и спокойно сейчас делаю раскадровки потому что есть одно решение которое в принципе меня в более-менее устроит подход метода проб ошибок без ошибок да 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 это тоже кстати время требует потому что просто делать комикс но тогда не нужно заморачиваться на иллюстрации которые в принципе мне интересно делать вот и подача сама по себе может быть в конце концов там будет и симбиоз вот но в чистом комикса как конечно там не будет может кого-то и расстроит может быть я не знаю вот но слушай как бы ну понимаешь как бы ты произнес для меня лично ключевые фразы то есть там артбук и фигурки и фигурки все четыре штуки я готова драться за них с любым с любым я готова драться с собой ну как бы нет есть конечно не естественно всегда есть вероятность что мне может быть не понравится но я же коллекционер фигура всяких коллекционерских статуэточек в этом и фишка в этом и фишка задумал я просто как-то голодные игры ребята ну вот ну вот ну вот животных когда же это случится когда-то это все равно случится какую-нибудь фишку такую замутить чтобы было людям дополнительно какой-то ажиотаж и ценность того что они получат какую-то такую вещь вот я кстати раз думаю либо сделать 4 либо сделать 10 делай 10 и сделать такую фишку что все фигурки будут разные такое дополнительно коллекционирование а вот это прикольно мне кажется поэтому даже с точки зрения если будет история говно и картинки дрянь то в принципе сделать ограниченное количество какие-то фильм фигурочек которых не будет нигде бы больше никогда это прикольная идея вот поэтому я так зафанатил думаю блин да надо так и сделать что-то мне подсказывает что вот из того что ты произнес история говно картинки дрянь ну как бы одно за одно я не знаю как другие люди но я уверена что возможно есть шанс что история будет говно ну уж картинки дрянь научу кому-то врешь ну кому-то врешь ну давай как бы нет ну нет надо вообще на самом деле это такое фиговая фиговая такая история говорить о том что что-то там будет как когда это выходит когда он выйдет вот тогда можно будет уже говорить о картинках а фигурка мне кажется просто мне почему план это ну как бы планы планировать никто не мешает ну да хочу сделать так чтобы мне самому это понравилось и понимаю что это требует достаточно времени а люди знаешь они пишут и и и и как мне и хочется рассказать и с другой стороны думаю блин не 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 буду никогда я я выложил чуть-чуть там артов каких-то которые вот недавно делал основной пласт я оставляю потому что как конечно можно и подогреть и аудиторию и выкладывать и и там из-за заполнитель инстаграм но я себе прям папа по рукам я говорю не 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 вот вот она выйдет и люди тогда уже оценят мне кажется это полирнуть не надо я думаю что даже вопрос не спойлер ну как вот человек который я вот там погружена в индустрии даторы пыры меня очень сильно раздражает когда грубо говоря аудиторию начинают греть очень сильно заранее когда выходит трейлер какой-нибудь игре вот или сайберпанк и при этом это ладно знаешь ну как бы естественно переносы потом очень сильно бесит ну или в принципе самого начала бесит когда выходит какой-нибудь там супер трейлер а в конце такой когда выйдет неизвестно или через ждите через три года вот мне мне нравится подогрев когда вот например да уже все более-менее готово и начинается подогрев там ну за два месяца там ну за полгода максимум то есть вот ты как бы тебя уже греют но но ты знаешь что это уже готово и тебе нужно ждать определенное количество не очень долгое времени они так что как бы а потом ой простите мы не успели а давайте мы перенесем а давайте мы еще раз перенесем и такой типа так что короче говоря да в общем разберусь со вторым курсом и надеюсь что ближе к осени слава богу все 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 будет уже входить в нормальное русло работы над проект это все еще не реклама курс это все еще не реклама курса я повторяю реклама не в коем разе нет вообще ребят читайте условия до договоров и вообще лучше сходите скачайте пиратку посмотрите хотя на самом деле тут сейчас как бы ты что творишь вообще нельзя вот материться можно а как это как это сказать операцию пропагандировать нельзя лучше на самом деле самое главное это фидбэк тут как бы это нужно это надо понимать то есть курсы можно любыми карте найти в сетке там и от наших это зарубежных но самое-то главное это фидбэк и денежка потому что когда ты платишь денежку у тебя уже такое ощущение это другое ощущение процесса да 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 вот слушай мне просто интересно что если вдруг этот стрим услышит не знаю менеджеры xyz они придут к тебе и скажут ты что творишь как бы вообще-то как ты вот это мы тут на тебе деньги зарабатываем ты призываешь пиратку скачать то как так вообще не но я же не я же не говорю на курсы xyz только записываться только за денежки мои курсы может а я не знаю здесь или нет мы же боролись у нас же списали все я не знаю они народе сейчас висят бороться там договаривали чтобы удалили и так далее фига себе так просто когда для протокола я против пиратства я против пиратства особенно если у вас есть это ну типа деньги душа давай поговорим давай поговорим я как бы вообще на самом деле если честно понятно дело что купить игру мне деньги есть ну это как бы понятно вот и даже плойка 5 к которую я еще не приобрел политики к которой нет на самом деле была оказия но как-то я пока не хочу я все жду может быть какую-то не версию у нас тут только перекупщики и да я тоже вот игрушки которые будут стоить по 7 по по 8 по 6000 вот какая конечно вещь такая не очень приятная вот но дело все в том что то данность в которой мы живем она заставляет по крайней мере ними меня особенно после того что отчебучили сиди project вот со своим я надеюсь крайним проектом так ну так так потом еще про это поговорим надеюсь крайне проектом слышь крайним как имеется да не последним крайний то есть не последний мидс виду потому что я так на них надеялся честно говоря сильно разочаровался поэтому я сначала теперь уже точно скачиваю пиратку а потом если она мне нравится я покупаю потому что не во всех играх есть демки а иногда показывают трейлеры и всякую такую как красивую чуть-чуть чухню а вот ты не видишь ни геймплея ты не видишь ничего и потом ты начинаешь в это играть заплатив достаточно большие деньги а если еще какие то есть проблемы на старте то есть там запускает не запускает а счетчик уже идет овне на некоторых площадках да 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 там рефанды нет слушай относительно вот если вы сейчас говорим именно про игры то тут у меня такое я вот сейчас сейчас объясню свою позицию конкретнее я как бы против пиратства но я понимаю что есть пиратство вынужденное то есть когда там когда студент действительно вот он хочет там не знаю научиться рисовать и пойти в индустрию а у него нет денег на зибраж там фотошоп и прочее и он хочет это сделать свой профессор зарабатывать деньги и на первых порах он пиратит это вы нужно я могу это понять да я не могу понять пиратство принципиального потому что когда например тот же самый студент уже все уже научился уже стала работать уже получает деньги и может как-то обелиться и когда он этого не делает потому что принципиально вот это вот этого я против с играми у меня чуть сложнее потому что для меня игры на ну во первых мне не так много времени чтобы в них играть и поэтому для меня вообще нет проблемы дождаться на распродаже их когда они будут стоить ну как бы дешевле вариант когда ты сначала играешь а потом покупаешь я согласна он тоже действенный потому что ну действительно всякое бывает но на самом деле для меня он как бы менее действенный чем например подождать или я за что люблю консоли реально за что люблю консоли и почему я лично я буду покупать консоль сделну как бы пятую когда соньку буду покупать и буду с дисками ее покупать потому что как классно иметь диски ты можешь ими просто меняться или про или перепродать потом вот я прям вот вот за это всеми с фибрами своей души потому что тут согласен да потому что игры это все-таки развлекуха это не профессиональная деятельность поэтому для меня как бы особенно принципиально пиратить игры но это какое-то просто я я иногда значит бывает смотришь да даже игрушку не помню с какой игрухами это было я просто посмотрел включил youtube чик думаю да и гляну чё там не обзора просто там прохождение первые 20 минут мне игра понравилась но мне просто не было физически время в нее играть и просто взял и купил и чтобы поддержать разрабов а вот то есть как бы с вас с вас с вольхеймом помню такая называется вот и поддержать разрабов сказал очень правильно потому что особенность тех пор как я ну довольно давно работаю в игровой индустрии я особенно понимаю как важно типа покупать игры а не пиратить но некоторые этими пользуются вот эти предзаказы и все и все демки которые потом не доходят до дыма версии дала логического к конца и конечно как когда собственно после ведьмака даже не было вопросов когда пришел предзаказ на игру которую мы не будем называть я конечно купил ее вот но когда она вышла не несмотря на баги вот баги меня интересовали меньше все хотя и у них было столько я отходила все практически мне кажется 4 же у меня версия была я хватило все я запускал ее буквально месяц назад у меня основной баг остался это у меня деревья и трава через эти текстуры на всех локациях были видны она до сих пор осталась но я не знаю когда и до сих пор я вместе за только за запускал последний раз а вот но в основной вопрос был в сюжетках в доп заданиях механиках то есть я честно говоря так это строился потом посмотрят что они там говорят обещают что они будут со студии дальше делать еще так как-то прям загрустнулась не знаю дальше мне кажется что я не взгрустнула относительно истории до сюжеток и прочего потому что у меня не было завышенных ожиданий а а у меня не было я ожидала зато я расстроилась из-за скажем так визуала и сейчас все-таки чё чё вам в кибербанке визуал а я расстроился за визуал а потому что как концепты ну грубой раз точки зрения концептера ну там очень много какого-то бессилия даже во всем что касается гарментов да вот этих шмоток ару да чего угодно это очень мало это бессилие какое-то очень часто с точки зрения не беззубые они беззубые абсолютно очень атмосферно там самое лучшее это то что собственно вот эти дефолтные там вот куртка которую нам собственно показали на промках которая была и вот это меня расстроило потому что относительно сюжетки и прочего я как бы ожидала что будет где-то мне казалось что они закрутят я просто тот человек которому как раз вот я считаю что сюжетная составляющая ведьмака это самый провал в этой игре потому что короче смотри если мы говорим про ведьмака как саму третью игру без без dlc то мне кажется что это беда беда первоисточника и опора на первоисточник потому что я тот человек которому не нравится ведьмак с точки зрения истории сюжета мотивации персонажей соответственно их поступка то есть самого начала как бы для меня оно не сработало и между книжным и книжным и то что потом это собственно переделан так или иначе был немножко переделана в игре она тоже для меня не работает для меня вот эта основная история она для меня не интересно она это не 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 revenue не работает она скучно но потом они выпускают dlc который вот кровь и вино и каменные сердца которые вообще посытуем то есть это отдельные куски по сути отдельные игры в мире говорит вот и у меня такое ощущение что либо там другой сценарист работал либо что и вот для меня эти и ну вот эти dlc для меня работают намного вот... Я считаю, их вообще шикарно. То есть, это прям это показательный DLC. Вот они там, Цитадель в Mass Effect. Это вот как надо делать DLC. Слушай, ну на самом деле у меня были вопросы к концовке основного сюжета Ведьмаки. Именно прям к самой концовке. Не к веткам, не к тому, как развелся сюжет. Потому что я испылесосил вообще всю карту и всё там понадобилось. А ты хорош! А ты хорош! Вот. И мне единственное были вопросы и по механикам, и по боссам, и по разным там нюансам. Но в целом мне игра понравилась. Конечно, DLC они были замечательные. И я, по крайней мере, ждал, ну, не хуже. А вот для меня киберпанк был на одном уровне, короче, с этим. Ну, вот видишь... Это вкусовщина, естественно, абсолютно. Мне не хватило. И тут, конечно, подосрал ещё то, что там было с полицейскими, с вообще миром. Замахнулись они на GTA. Ничего не получилось. И, короче, это всё вместе. Бэ. Я соврала тебе немножко. Соврала. Ведьмаке чуть лучше, потому что Ведьмаке, как говорится, со сценаристами основными у меня есть к ним вопросики. Но к геймдизайнерам, с точки зрения побочных квестов, там очень часто там именно побочные квесты, они же... Они шикарные, да. То есть, ну, у меня такое ощущение, что это именно нужно аплодировать не столько именно сценаристам основным, а вот именно геймдизайнерам, которые придумывали, придумывали, как бы этот мир наполнить разнообразным. А вот в киберпанке, а вот в киберпанке все эти побочные квесты и прочее, ну, это... Вопросики к этому есть у меня. Слушай, там вопрос, знаешь, какой-то у меня был основной. У меня не было вопросов к игре в первые часов 5-6. То есть, особенно в начале, когда первая миссия, там разговоры, ты заходишь в комнату, там одно, второе, деваха это лежит, как что было там проспойлерено уже додавна-додавна. Ну, да, какие спойлеры кому? Но, ты понимаешь, вот это взаимодействие локаций и тебя, и предлагаемых обстоятельств, оно ж больше нигде, по большому-то счету, и не повторилось. То есть, там есть некоторые сюжеты, там с этими, как он называется, с правительственными этими ребятами, мужем и женой, да, ну, вообще не будут спойлерить, там кое-где есть наметки. Но в целом, глобально, они вначале достаточно неплохую поставили планку, по доп-заданиям и сюжету, а потом они провалились. И когда нужно было, как бы, себя развлекать в городе, а он, как бы, не работает. Да, там нечем себя развлекать. Получилось, что этих доп-заданий, они, ну, по факту, очень-очень плоские, даже не двух, не трехступенчатые, а по факту просто пришел, пострелял, ушел, получил бабосы. То есть, конечно, на мой взгляд, было удивление, что вот этих вот многоступенчатых заданий, которые влияют одно на другое. То есть, там у Ведьмака вспомнить только одну свадьбу, да, там, со всеми этими нюансами и попойками, и веселостями. То есть, предлагаемые обстоятельства, которые рождают разного рода эмоции. И выбор, который есть, пускай он там не глобальный, но все равно тебе интересно. Вот такого не было вообще. Хотя сеттинг, по большому счету, в Северпанке, он вот настолько плодотворный. Сеттинг позволял вообще все, да. Сеттинг позволял абсолютное сумасшествие вот всего. А все закончилось на плакате с писюном девчонки, по большому-то счету, понимаешь? Так, ну если там писюн, то это уже как бы не то, чтобы девчонка-то уже, а? Это уже... Мы же не знаем, Йоу, или это... А может быть, это такой пуш-ап? А может быть. Я же даже фальса там чуть-чуть сказал. А может быть. Это же мода, почему нет? Пластиковый пистон, это мода, может быть, у них, понимаешь? С точки зрения визуала и дизайна, ну вообще, вот таких вот деталей, да, он, конечно, без зуба, потому что можно было сделать... Без зубы. Ну как бы, я говорю, я почему-то многого не ожидала. Ну как, почему? Я же специально, я... Вот то, что мы говорили про прогрев слишком заранее, они же очень грели. И я видела, что вокруг идет вот этот хайп, и я же специально, я не смотрела никакие вот этих Nightwire там презентации. Я там не смотрела никакие матери... То есть я прям ограничила количество информации, чтобы войти в игру с... Ну, насколько это возможно в современном инфополе, с максимально нейтральным взглядом, чтобы вот не нагреть себя слишком сильно, не составить уже какое-то мнение заранее. И поэтому я как-то вот пришла, поиграла, такая, по совокупности факторов 7 из 10, ну как бы, ок, что, норм, и пошла дальше. Вот. Мне даже денег... Ну у меня же это предзаказанная же была коллекционка, у меня там... Я ее, правда, ради статуи, естественно, в основном предзаказала, потому что я очень люблю вот эти все пылесборники. Как бы денег не жалко, ну как бы, ладно, окей, заберите мои деньги, CD-проект, но в целом... В целом я, да, да, как бы, наверное, хотелось... И если бы я себя нагрела, я была бы совсем разочарована, а так я такая, ну... Ну зато, ты знаешь, спустя некоторое время меня спас из уныния дискоэлизиум. То есть, я настолько просто в нем провалился, это был такой не то что глоток, я вообще считаю, что это за 10 лет, наверное, игра, которая меня удивила в бой-бой-бой больше всего. Короче, игра про бутылки все говорят, и я в нее так и не поиграла. Не поиграла? А-а. Ну ты приготовь там недельку свободного времени. Вот в этом проблема, в этом проблема. У меня сейчас беда в том, что да, у меня нет, вот нет у меня недельки свободного времени. У меня совпало так, что я заболел, вот, ну не короной, просто у меня была простуда, хотя не знаю, просто была простуда. Вот, я тут за-за закрылся ото всех, думаю, блин, что поиграть? И смотрю, вышла русская версия, думаю, о, а поиграю. И все, я провалился на три дня абсолютно туда. Это был и юмор, и глубина, и философия. Походу, дело мне нужно заболеть. И вообще, я такой думаю, вот, ну вот, ну вот теперь можно сказать, что да, вот, 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 вот в принципе все, все хорошо. Ее все, все, грубо говоря, все эти люди, чьему мнению, ну в моем окружении, чьему мнению я доверяю, ее все очень хвалят, и я такая, да, 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 и оно даже куплено у меня. Но сейчас у меня реально мало времени, иногда вот вечером я хочу просто, вот все закончилось с работой, я хочу разгрузить голову, я реально, я запускаю Don't Starve, потому что я могу поиграть в нее 15 минут, могу просто, как бы, порубить там дрова, и все. Ну, как бы, реально такая, прям, выживальная песочница. Слушай, ну у меня похожая ситуация была, когда оставалась после рабочего времени, там, в пол первого ночи, буквально пол часика, минут 20, и я на то, не помню, что, даже, а, grounded, вот, я думаю, блин, все я так хайду, да посмотрю, вот, и она мне на тот момент понравилась, конечно, она там коротенькая, там мало чего не может делать, но ощущение вот этого гигантизма этих муравьев, и там, там, и хоррор начинается по ночам, когда ты прислушивайся, кто там бежит еще. Вот мне хватило, чтобы вот какие-то, забить время, там, под 15-20 минут, и это было прикольно, такое, она, конечно, маленькая, там, она вот, находится в разработке, не знаю, вообще, доведут ее, нет? Я не знаю, они ее, в прошлом году, ее летом показывали трейлер, в этом году показывали трейлер, может, в следующем году покажут, ну, как бы, типа. Ну, в общем, там, конечно, делать мало что, но вот я вот, похожая ситуация, просто вот убить чуть-чуть времени, хотя можно было, не знаю, что-то другим занимать, книжку почитать можно было. Или книжку вот почитать, да, книжку почитать. А мы, вы могли бы книжки читать, а мы тут в игры играем, Мы вообще могли бы сейчас с тобой не разговаривать, а читать книжку. Ты вообще мог бы спать, между прочим. А я не перестроился ещё. У тебя сколько там сейчас? Сколько у тебя утра сейчас там? Третий час у меня. Третий час, ребята, вы представляете? Это он, конечно, говорит, что он не перестроился, но на самом деле он идёт на жертвы. На жертвы, жертвуют сном ради социальных коммуникаций. А вы вопросов не задаёте. Ну вот, кроме там... Не надо. Что значит, не развернула. Ладно, хорошо. Ладно, хорошо. Вопросов. А то что опять не хотят, надо что-то, что-то, что-то спросить. Не стесняйтесь, не стесняйтесь, задавайте. Я тут прям, что не надо, надо. Ну вот, пришли. У нас повешено, что-то, в этот раз всё как-то от противного, из разряда. Говорим про курсы, а это не реклама, не ходите на курсы, из разряда, не задавайте вопросы. Что ещё? Не занимайтесь спортом. В общем, ребят, делайте всё наоборот. Не живите. Не живите. Ох, что такое. Такое. Это вот тебе там хорошо в своём холоде рассуждать, а мне кажется, мы здесь в наших южных широтах. Широтах сейчас как бы помрём от жары скоро все. А ещё из игр, которая такая у меня расслабляет. Ну как, она меня не расслабляет, она меня вводит в дикий стресс, но при этом, ну это тоже как поиграть, это фростпанк. Она ужасный стресс меня вводит, просто невозможный. Но вот мне тоже, она просто тоже хороша тем, что я могу в неё зайти, посидеть там 10 минут и выйти. И вот, и поэтому на игры, которые сейчас прям глобальные, мне кажется, у меня просто времени нет как-то особо. Вот. Ты знаешь, я, в принципе, время нет. Это хорошая такая позиция. Она действительно реальна, потому что больше времени нет. Ещё иногда сил нет, головы нет просто. Я стал замечать, что мне порой просто неинтересно. Вот, 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 когда, да, даже есть время, то есть есть выбор там ночью, да, что-то сделать, там пойти поспать или чуть-чуть там задержаться, включаешь какую-то вещь, и она неинтересна. Интересно. И просто она остаётся в библиотеке, хотя там игра большая, много всего там обещают и так далее, и так далее, или маленькая индика эта штучка. Вот. Не знаю, может быть это возраст, может быть там опыт или знание, допустим, проектов, которые лучше, хотя они там давно уже ушли, прошли. Может быть просто раньше трава была зеленее, я не знаю. Но вот как-то ощущение удовольствия уходит, и вот это вот погружение, что ли. Не обязательно даже какая-то литература там сумасшедшая, через персонажей, какую-то ещё штуку, нет. Но, не знаю, вот такие ощущения приходят. Поэтому, кстати говоря, отчасти я уже начинаю даже 15 минут поосвещать, лучше что-нибудь порисовать для пепла своего, вот и всё. Ну, у тебя есть проект, я могу понять, что лучше вместо того, чтобы там поиграть, лучше порисовать, а у меня-то нет, поэтому... Но я согласна, что очень много всего скучного и прочего. Но это просто, мне кажется, это, во-первых, накопленный опыт набранный. Ну, это не то, чтобы старость, но для меня лично, если в год выходит две игры, в которые вот я сажусь и всё, спасибо, я ушла, и мне классно. Для меня это успех. Вот смотри, какая вот ты села, ушла и тебе понравилась? Ну, если мы не говорим про Mass Effect Legendary Edition, который ремастер, если мы про него не говорим, то это, ну, в прошлом году, это, конечно же, Last of Us Part 2. По-моему, это было в прошлом году, хотя я сейчас уже не уверена. Возможно, это был какой-то год. А вопросов у тебя к нему не возникло, к Last of Us? Нет, 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 наоборот, на все, на многие вопросы, которых у людей есть вопросы, я не понимаю, почему у них возникают эти вопросы, потому что, по-моему, эта игра просто... Короче, я понимаю, что у меня, если вдруг кто там в чате вдруг сейчас пытается возбухтеть, то у меня на канале есть два часа стримов, на котором я рассказываю, почему мне понравилась Last of Us. Я так и не досмотрел их. Для меня это на данный момент просто лучшие игры во всей индустрии и за всю ее историю создания. Ну, из того, ладно, из того, что я играла, а я все-таки играла достаточно. Для меня это просто шедевральная вещь. Жестко тебе так. Я не знаю... То есть для меня, короче, Дракманы, вообще команда Нуэтидогов, они просто гении все. Начиная от людей, которые занимаются технической частью, потому что там вот этот мир, который состоит из мелочей. Ну, вот просто ты идешь... Техническая часть, я тут с тобой подписываюсь. То есть техническая часть, я тут сумасшедшая. Да, ты идешь, и там разный тип стекла звучит, там по-разному, когда ты на него наступаешь. Нет, это вообще, да. Это в этом плане вопросов нет. И с точки зрения истории, именно, скажем так, управлением эмоциями и мыслями игрока, они так, для меня это они так шедеврально сделали, что это, ну, как бы, для меня это лично... Это так, всем, кто вдруг захочется мне спорить, в чате, пожалуйста, не спорьте, потому что бесполезно. Я с тобой спорить не хочу, у меня просто другое мнение, поэтому я, как бы, слушаю тебя. Вот. Для меня, для меня даже первая часть, ну, естественно, первая часть, как сказать, до этого первая часть Ластафаз была моей любимой игрой, в принципе, наверное, ну, одной из любимых, то есть там вот... И когда спрашивают про любимые игры, там, естественно, сложно, там, они все вылетают, но вот так вот, если подумать, то это Ластафаз, это Дизонор, это Масс Эффект, естественно, вот, но когда вышла вторая, для меня они просто... Я такая, как можно было сделать еще лучше? Они сделали. Вот мое личное мнение такое, она со мной срезонировала от и до, вот, от и до, поэтому, вот, но в целом, ну, в Киберпанке я тоже, я как бы села в него и поиграла, ну, то есть нормально, я его прошла за выходные, и мне как... Как? Мне было норм, ну, да, естественно, я вышла, как бы, ну, не шедевр, а так, а так, да, вот. У меня была надежда на второй Horizon, что я сяду в нее поиграть, ну, там, когда она... Будет ли у меня пятая PlayStation, я вообще фиг его знает. А так, реально, вот, у меня выходит, наверное, так, типа, одна-две игры в год, которые... Слушай, а первый Horizon, типа, понравился? Слушай, первый Horizon, я бы тоже сказала, что что-то такое, типа, 7, ну, 8 из 10, наверное, ну, 7 из 10 тоже такое. Она хорошая, ну, то есть, это хороший, крепкий продукт. Тоже технически, она на тот момент еще технически, она была просто офигенная. Ну, то есть, ты в нее заходишь, и тебе прям очень красиво, и все хорошо. Мне очень понравился дизайн этих всех меха-роботов, но с точки зрения, вот, как бы, сюжет... То есть, опять-таки, сюжет и история для меня тоже показались достаточно пресными. Но относительно геймплейных, механик и прочего, то, ну, как бы, было норм. То есть, по совокупности факторов я такая, поиграл в нее, хорошо, красиво, я во вторую наверняка буду играть, но в целом, как бы, я не могу сказать, что, о, это must, must play. Я думаю, что, знаешь, я думаю, что по-любому вторая часть будет лучше. Ну, посмотрим. Нет, не буду говорить, почему я так считаю, я просто, в принципе, это знаю. Знаю... Работал, что ли, над ней? Не-не-не-не-не. Не случилось. Вот. А просто... Тоже, кстати, похожая история, как и с Netflix'ом. Была уже работа, как бы, и пришлось, как бы сказать, выбирать, грубо говоря. Вот. Но я не про то, просто я знаю некую информацию, чего и почему у них не получилось. И не то, что не получилось, почему не дотянули. Вот. И, собственно говоря, когда игра взлетела, и когда игра понравилась, был достаточно хороший фейдбэк в целом, да, в целом, то, конечно, они поправили то, что нужно было поправить. Я уверен, что игрушка будет лучше, чем первая часть. Вот я в этом то и точно уверен. Вот, да. Я в прошлом году просто хотела очень сильно позвать на вот наш этот такой разговорный формат радиоветрового главного концептера, Гириллы, вот на тот момент, Илья Голицын, который... Ну, а там фича в том... Я его знаю. Вот, фича в том, что мы с ним переписали, он не против, но мы погрядзе в бюрократии, потому что, чтобы, ну, так как он будет вещать, ну, так или иначе, мы будем говорить про его работу, по-любому мы будем говорить про работу, то это должно быть, как бы, ну, то есть все вот эти вещания должны быть согласованы с компанией. И что-то, короче, мы застряли там в бюрократии, я вот ему давно не писала, ну, какое-то время, уже очень давно по этому вопросу, потому что в тот раз у нас всё застопорилось, потому что мы, ну, как бы, запросили, а там была тишина. И, в общем, может быть, может быть, он ко мне когда-нибудь придёт, я надеюсь, я не знаю. Да придёт. Если с Алюхой будет у тебя стрим, передавай привет, мы чуть давно с ним не общались, но, собственно говоря, он мне и предлагал. А, ну, Илья классный. Там тоже была забавная история. Тогда какой-то был, какой-то был там, а, артбук делали, как же он назывался-то? Какой-то делали артбук, короче, для него все рисовали. Ну, какой из артбуков? Я не помню, не их, какой-то был артбук. В смысле? В общем, на Фейсбуке объявили набор картинок для артбука. Были Obscura, была Hardcover, короче, какой-то там был. И вот я для них сделал, не успел я в срок, я сделал бошки, какие-то головы я сделал в симметрии и выложил. А он уже туда уехал. Ильюха, мы с ним работали просто вместе в... В Сайбере. В Сайбере, да. Вот. И он как-то мне пишет, говорит, слушай, что ты сейчас делаешь? Я говорю, ну, у меня вот этот, вот этот, вот этот заказ. Блин, плотно, говорит, а хочешь приехать? Я говорю, в смысле, в гости что ли? Он говорит, ну, нет, поработать. Я говорю, да нет, ты чего у меня, вот это, вот это, вот это. А то, говорит, мы, говорит, сидим, референсы, смотрим, я, говорит, смотрю, твои референсы взяли, как референсы, картинки твои. Вот, а я, говорит, этого чувака знаю, он говорит, ну, давай, приглашай работать. Я говорю, нормально, вот так оно в жизни и делается, что ли? Он говорит, ну, конечно, как ты думал. Ну, а чё нет, а чё нет? Я говорю, слушай, ну, вот, как раз-таки, тогда уже были китайцы, я говорю, нет, я вот это, еще мне рассказал про проект, и думаю, блин, какая-то хрень какая-то. Я просто, я же приезжала к ним в гости, когда я приезжала в Амстердам, я жила, собственно, у него и его жены. Господи, если Катя будет слушать этот стрим, твоя готовка до сих пор в моем сердечке, она очень вкусно готовит, это Писос. И, честно говоря, я... Я ходила в студию, и там было классно. Не люблю говорить, что я пожалел, но, в принципе, это было бы, наверное, интересно. Но видишь, как жизнь устроена. Ну, да. Оно как-то, это, я просто, чтобы у людей, как бы понять, что вообще к художникам зачастую, кто выходит на какую-то ступеньку, приходят иногда проекты, от которых можно отказаться, можно в них вступить, и ты не знаешь, как они будут в дальнейшем себе, ей вести. Вот. И, собственно говоря, это был тот самый случай, когда Илюха предложил, и как бы я вроде бы и хотел, и не хотел, потом думал, так, у меня один проект, второй, третий, вот, а он взлетел. Да, и получается, что вроде бы можно было как-то поучаствовать, и все остальное. Вот. Ну, вот как-то так сложилось, что нет. А на других проектах, которые я работал, они вообще там половины, по-по-по-по, они выходили. То есть, деньги были уплачены, все, я получил свой гиги-шефт, вот. Но вот получилось так. То есть, вроде бы работа сделана, ты доволен, а, собственно говоря, проект либо не взлетел, либо вообще не вышел. А вот такое бывает. Нам сказали, что мы не раскрыли тему пиратства, потому что обсудили игры и программы, а пиратства курсов не обсудили. И, в общем-то... А скажу просто, что по поначалу очень-очень я волновался за это, потому что я придумал эти курсы с прицелом на то, чтобы действительно обучать, помочь. Не то, что обучать, помочь. И, естественно, какую-то копейку заработать. И когда мы узнали, что они слиты, стали, естественно, искать кто, чего там, как, вот там были какие-то выяснения, даже какие-то там угрозы и все остальное. А потом, поговорив с одним достаточно мудрым человеком, он сказал, ну смотри, вот, если курсы твои слили, значит, они кому-то нужны. Если там не два скачивания, а там уже две тысячи, три тысячи, значит, они интересные люди. А в принципе, в принципе, если ты считаешь, что это упущенная выгода, ну, скорее всего, нет. Я говорю, почему? Ну, потому что те, кто хотят научиться, понимают, что важен фидбэк. Самостоятельно посмотреть любой курс, ты ничему не научишься. Да, какие-то фишки увидишь, но заставить себя работать, это нереально, если ты к этому не готов. Может быть, говорит, там 2%, 3% действительно самостоятельно по курсам, которые там утекли, и научатся, действительно, там, приобретут, но в основном, люди оценивают какую-то вещь, как когда они за нее что-то отдают, и реально встречаются с тем, кто эту вещь сделал, или же находится в поле и пространстве с человеком, который эту вещь, собственно говоря, сделал. поэтому, это как, знаешь, вот как с книжкой, вот есть живая подпись, а можно, говорит, ее там отсканировать и нашлепать на разных книжках, вот, и тем более, там еще и с автором пообщаться, это где-то абсолютно разные вещи, поэтому, в принципе, успокойся, конечно, если вы там не хотите, чтобы оно утекало дальше, какие-то там ресурсы использовать и так далее, но просто не парься, вот и все, потому что, если порисуют люди, увидят, они придут, я, в принципе, успокоился, мы даже потом и не отслеживали. Но это интересно услышать с позиции автора, создателя курса, потому что я как потребитель, да, у нас мы можем ответить на вопрос со стороны, вот, автор ответил, я как потребитель отвечаю. Лишь это копейка минус, и понятное дело, что деньги минус, это понятно, ничего приятного там нет, вот, наоборот, с оператором тяжко, поэтому решили, где можно бороться, где уже там, ничего нельзя сделать, успокоиться. Вот, для меня просто с точки зрения потребителя, опять-таки, я против этого, сейчас, если бы вы, как бы, если бы мы про это говорили 10 лет назад, когда реально у тебя просто нет ничего, и у тебя вариант либо пиратские курсы, либо ничего, ну, не курсы тогда, а именно лекции, какие-то уроки, гномоновские, вот эти все, то это, опять-таки, вынуждено перстать. Сейчас я не понимаю, зачем нужно пиратить курсы, и ты правильно сказал, без фидбэка, ну, то есть без основной составляющей, если есть столько бесплатной информации, что, опять-таки, все правильно сказал, если человек хочет, прям реально хочет чему-то научиться, он на бесплатной и общедоступной информации научится, ну, просто, вот, заработает свои первые денежки, и уже тогда пойдет на курсы за фидбэком. Более того, есть же и бесплатный курс, то есть, даже на площадке XYZ, один из интенсивов трехдневных, мы же ее оформили и выложили бесплатно. Более того, когда пиратские темы пошли, в этот момент уже работали конкурсы, то есть, в которых можно было поучаствовать и попасть на курс вообще бесплатно, там было три места. И плюс... Слушай, конкурсу выиграть надо, за что-то... Ну, нет, слушай, но это общение, это все равно фидбэк, но многие же боятся, к сожалению, вообще выйти в пространство и сказать, я вот штучку здесь рисую, это же тоже проблема. Вообще, на самом деле, хоть мы говорили, что не будем сегодня там заострять на концертарте и на уроках, но просто... Мы уже сами себе соврали сто раз. Нет, просто понимаешь, в основном у людей какая мы мысль, которые приходят учиться, допустим, на курсы, да, или там пишут в личку художнику какому-то, который ему нравится, да, допустим, что он знает какую-то хрень, которую не знают они, и вот он ее от всех скрывает или за денежку продает, и вот если он зайдет в денежку заплатит или каким-то образом выяснит в личке, то в принципе и будет ему счастье. А на самом деле успешность и реализация своя... Чтобы поняли. Да, это чушь, но дело все в том, что совокупность факторов она очень большая, и многие упускают очень важный фактор, это pipeline, то есть время, за которое ты можешь сделать результат. Он может быть разный, но люди вообще об этом не задумываются. И когда ты начинаешь это говорить, что это важно, что ты должен понять клиента, ты должен быть коммуникабельным, ты должен понимать задачу, помимо того, что ты кру-кру-кру-круто рисуешь, допустим, по дефолту, да, вот, а это не доходит, и в процессе это приходится не то, что исправлять, а по крайней мере наталкивать людей на эту мысль, что самоорганизация плюс понимание задачи, она очень важна, просто фантастически важна, поэтому когда люди приходят, и спрашивают, а вот как начать рисовать, я говорю, слушайте, не хотите, допустим, там тратить деньги, как-то искать и так далее, так идите на конкурсы, вы сможете пообщаться с людьми, вы можете показать свои работы, кто-то скажет true, там, ору, в голос, ты бог, а кто-то скажет полное говно, вот, но по крайней мере у вас будет попытка коммуникабельности, и наша профессия, она сплошь сплетена из общения и исправления, потому что каждый концептер знает, что 70% его работы это исправление, несмотря на то, что он крутой, там, не крутой, это всегда фидбэк, поэтому если вы не можете разговаривать, если вы не понимаете, сколько времени вам нужно на определенную работу, если вы не умеете это рассчитывать и не понимаете, как это сделать, вам этому нужно обязательно учиться, а не только искать какую-то там очень такую страшную тайну, которая обладает тот-то от или иной художник. Но при этом, при этом, с моей стороны, есть такое мнение, что даже вот на всех этих курсах или на конкурсах вот научиться именно там рассчитывать время, делать, обучиться по иплайну и прочее, все равно это реально не дает стопроцентной картины про то, как это будет на работе, потому что человек придет на работу, особенно там начинающий, и все равно его работа, скажем так, короче, работа это лучше ваш учителя, если на то пошло и поэтому... Я всегда привожу в пример ресторан и желание стать поваром. Лучше приходить сначала вообще мыть по полу и разносить картошку и принимать там фрукты, овощи и продукты, чтобы ты понимал весь процесс, с самого начала и постепенно-постепенно двигался вверх. Один минус, один минус, ну у нас же в нашей, по крайней мере в России, на Западе есть такая штука, а у нас не так сильно развита, у нас же нет вот этих вот интерншип, которые интерны, которые как раз... У нас это не развито, нам нужно, чтобы люди сразу даже на позицию Джуна приходили и начинали уже так или иначе прям производить продукт, вот это вот все. И мы, конечно, можем с тобой рассуждать, но сидит такой Джуна такой, я бы пошел в геймдев картошку разносить там и полы мыть, но как? Обратная, обратная с той стороны медали, зачастую Джуны сразу хотят зарплаты не как Джуны, мягко говоря, и ожидают того, чего нет на самом деле. Это да. И когда они просто окунаются в то, что есть pipeline, есть задача, а еще бывают разные компании, где тебе нужно не только рисовать концепт, еще иллюстрации, еще и текстуры, а еще тебе нужно тут мы код не успели пооставлять, давай еще и код пооставляй, понимаешь? И человек просто сходит со с ума, не понимая, что вообще происходит. И, конечно, тут много может быть нюансов, но с другой стороны это же опыт. Самый лучший учитель это жизнь, время, понимаешь? И как бы, кто готов на это идти, вот его в принципе оно и получается. Это сложно, разговора нет. Но в этом это и прибыл. Многие люди недооценивают Джуны сейчас, они недооценивают время как ресурс, они думают, это точно, да, что они такие выше, по своими словами абсолютно. Они выше, и они во-первых хотят, очень-очень многие, естественно, сейчас мне скажешь, не все Джуны такие, как на каждом стриме, когда я говорю, так более-менее они обобщающие, все такие, не все Джуны такие, а мы не такие. Ну окей, ребят, вы не такие, классно. Очень часто они, во-первых, выходят с курсов и они хотят работу сразу. Или они хотят там сразу, то есть, они не понимают. Мы же тоже так думали в свое время. Слушай, понимаешь, сейчас в том, что у меня просто жизнь-то побила так, что у меня не было такого, что я хотела все сразу. Я просто, я про это вообще, если честно, не думала. Я просто вот, я переехала, когда я поняла, что я не смогу устроиться работать. И я же, типа, я вот работала на дурацкой работе, а вечером рисовала и понимала, что вот когда-то, сейчас вот, ну там я прокачаюсь, прокачаюсь. Ну просто все так делали. А сейчас такое ощущение, а сейчас у меня есть некоторое ощущение, что люди думают, что чтобы, например, ну попасть на работу, нужно, во-первых, обязательно курсы, потому что без курсов никак, нельзя без курсов, без курсов не берут. А во-вторых, они выходят после курсов и считают, что им сразу должны дать работу. Ну потому что, как это они так сразу? Курсы обещают устройство, понимаешь? Это просто, это беда, это беда вообще, это огромный пласт просто дискуссии на тему, что, что больше косячного в современной системе образования, вот этого онлайн образования именно в CG, в геймдеве, вот в этом все. Сейчас камень может полететь и в мою грацию и скажет, а как-то там написано на XYZ, что и твои курсы, что-то там обещают. Я обычно предпочитаю конкретно обсирать те курсы, которые я прошла, ну либо хвалить их, потому что я могу только так нейтрально думать, исходя из работ учеников. так что тут я буду держать пока нейтралитет. Я всегда говорю на стримах, когда заходят подобные разговоры, и я говорю о том, что вы можете меня ненавидеть, можете говорить, что я полное говно, но я, по крайней мере, знаю, что я задал те вопросы, которые в дальнейшем вам встретятся, и ответ на них будет немного легче. И, в принципе, если сложность в определенный момент создана специально мной, специально, не проблема техническая какая-то, поддержки там, особенно это вопрос к дедлайнам. Очень много людей, которые говорят, что у вас дебильные дедлайны, очень сложно, мы не успеваем, мы не готовы. Я просто знаю, что такое не успевать по дедлайну, когда ты приходишь в компанию, и, блин, как вообще можно успеть столько сделать. И, собственно говоря, здесь золотой середины это, наверное, не найдешь. Главное, чтобы... Все еще разные, все еще разные, это тоже беда. Да, конечно. Поэтому обгаживайте, говорите, что не понравилось, говорите, потому что, в принципе, обратная связь, она важна, абсолютно. Кто-то из злобы это делает, кто-то действительно конструктив дает, то есть, на моей памяти я никому не написал, люди в личку много пишут, что, а мне не интересно, я вот сделал, и я молодец. Не думаю, ни один человек не сможет мне скриншот прислать такого общения, потому что, если мы сделали, грубо говоря, продукт, мы должны за него отвечать. Ладно, уйдем с этой темы. Ну, мы все равно возвращаемся на нее. Да так или иначе, как тянет каким-то якорем. Это деформация, это мозговая профдеформация, короче. Потому что, сейчас вот тоже есть момент, такой вопрос, который тоже, так или иначе, мне кажется, около этой темы, хотя может быть и нет, может быть и нет. Но интересный вопрос, мне нравится. Что бы Дмитрий посоветовал бы себе на начале своего рисовательного пути, скажем так, из будущего в прошлом и себе? Ничего бы не посоветовал себе. В смысле? Я очень правильно делал. А, ну, значит, посоветовал тебе делать. Потому что, нет, я бы ничего не посоветовал. Так и продолжай. Потому что все ошибки, все нюансы, все встречи, все расставания, все проблемы, они все были нужны. И поэтому, как говорят там, а вот что бы вы посоветовали, актерам задают, там и так далее. Не ссать там, или делать все, как делаешь, никого не слушать. Я не знаю, наверное, это такая, ну, не то, что глупость, нельзя так говорить, людей обижать. Но просто это есть жизнь сама по себе. Если бы ты не сделал эти решения, ты бы здесь сегодня не сидел, и мы бы с тобой не разговаривали. Да. Если бы я делал по-другому, то, наверное, я был бы кем-то другим. Если бы были сомнения, они, но нужны были. Для того, чтобы в определенный момент я либо перешагнул, либо пошел в сторону, в одну сторону, в другую, в третью, в четвертую, пятую. До определенного момента вообще хотел быть живописцем, да, там я вообще фанател от живописи, от всего этого дела. Потом, потому что, мне нужно это вот, я потратил много времени на это. Вот, казалось бы, можно было уже уйти, там куда-нибудь в индустрии, попробовать что-то в другом. Но это все, опыт он нужен. Поэтому, ничего без него. Я, знаешь, как ты сказал, я вот, я бы хотел посмотреть на себя лет 25 назад. Вот это я бы хотел посмотреть. Чисто со стороны вот так вот? Да, со стороны. Мне, мне, мне очень интересно. На родителей, на своих молодых, когда мне годик, вот я очень хотел бы это сделать. Посмотреть, как вообще, какие они другие. Мы же их не знаем по факту. Мы знаем их только в семье, допустим, да. А вот какие они были, на самом деле, мы не знаем. Там, родственников каких-то. Посмотреть, как оно было. Как, как ситуация, которую я помню, с другой стороны, как смотрелось и казалось. Вот это мне было бы интересно. Просто дядька, я думаю, я себя бы не узнал, родители меня бы, наверное, не узнали, что вот рядом Карапуса, вот он стоит, 30 с хвостящей лет. Вот. Вот это было бы неинтересно. А так советовать, да, ничего бы я не стал советовать. Соотносительно советов и вот вообще опыта и прочего, я регулярно, ну, на своих стримах, когда вот общаюсь, я регулярно натыкаюсь на такое, ну, у меня создалось ощущение, что опять-таки нынешнее поколение, молодое, молодёжь. Нормальное, но классное. А нет, я не говорю, что оно плохое, у меня есть ощущение, что они, именно с точки зрения рисования, что они очень боятся вот этих ошибок, что такое ощущение, что должно быть сделано либо хорошо, либо как бы никак. либо если ты допускаешь ошибку, то это, ну, почему-то очень многие проецируют именно какие-то ошибки и косяки на себя как личность. Ну, это личностное всё, это всё было всегда. Слушай, у тебя что не было в школе, в школе, там, не знаю, за партой девочек и мальчиков, которые плакали из-за троек, из-за четвёрок? У меня, у меня, как бы, из разряда, у меня из-за троек, я плакала, потому что я знала, что за троек у меня дома отпиздят, поэтому, как бы, это немного другая мотивация, как бы. Личностная, понимаешь, то есть, как бы, это всё произрастает из семьи, из того социума, из которого ты вышел, поэтому, мне кажется, тут не к сего, мне наоборот нравится, ребята, ты понимаешь, я вот, допустим, в каком-нибудь 96-95 году, да даже в нулевых, если бы мне кто-то сказал, там, из ребят, с которыми я учился, или там, какие-то друг-друг друзья, что вот я сейчас получаю высшее образование, а что, куда потом пойдёшь? Пойду в школу, или сделаю свой канал, по, там, педагогике какой-то, там, физике, математике, или что-то ещё, я просто у виска об этом покрутил, сказал, что ты вообще-то нормальный, нет? Вот, а сегодня мне такие люди встречаются, люди, которые идут с прицелом, чтобы научиться, они постигают, они ездят, у них достаточно неплохой, кругозор, они хотят работать с детьми, и это, знаешь, это не как было у меня, как я заканчивал школу, все, кто не поступил в интересующие вузы, шли на педагогику, понимаешь? В пед, да. Это был вообще ад кромешный, вот, поэтому мне нравится, если бы мне кто-то сказал, что, там, в тех же 90-х, что, вот, мы с мужем решили делать, там, банки из, там, с малиной, там, делать какое-нибудь оформление в коробочках, и вот, рассылаем это по почте, ну, мне показалось бы, что тут клиника или психиатрическая больница плачет. А тебе не кажется, что, вот, ты уже пару раз сказал, в духе, когда я говорю что-то про вот сейчас, вот, ты такой, ну, типа, а вспомни, как вот ты раньше там селила, а тебе не кажется, что это все-таки не совсем, можем, скажем так, не совсем корректно сравнивать, потому что даже тот, время изменилось, время изменилось, и количество информации изменилось, потому что, я сейчас приведу, проведу параллель, возможно, дурацким примером, но, мне кажется, он показательный, ну, например, как мне кажется, в 90-е, в клятые 90-е, когда дома в семье были какие-то абьюзивные отношения, даже слова такого абьюз не знали, то есть дома, когда кто-то кого-то бил, и тем более, когда били детей, считалось, что это нормально, ну, считалось, что что, как бы подзатыльник не дашь, ребенок, как бы дураком, вырастет, а вот дашь ему подзатыльник, научил его, научил его, но нет, а сейчас нет, просто к тому, что даже не было никакой информации, даже там очень много чего по психологии даже не занималось таким вопросом, как абьюзивное отношение, а сейчас намного больше, намного больше, намного больше информации, и есть люди, которые сейчас могут эту информацию получить, так или иначе, и это влияет на них, и с той же точки зрения того же рисования и ошибок, мне кажется, то же самое, потому что, если раньше там 20 лет назад за ошибки ты мог часто как сейчас договорил 20 лет назад за ошибки мог себя кори точнее ты мог проецировать эти ошибки на себя как на личность то есть когда тебе говорят картинка и ты читаешь не картинка а я сейчас мне просто кажется что а мне кажется что про это сейчас говорят что это некорректный подход что нет что нужно отделять себя от своего произведения что то что ваша картинка говно это не значит чтобы говно можете аж может это в моей инфосфере так говорят ну по моему разница кардинально абсолютно именно вот прошусь подвижки подвижки в этом плане есть но все выходят из своей семьи все выходят из своей школы закружении и из того себя большому счету если тетя сказала в интернете что вот это хорошо вот это плохо или можно вот так вот а можно вот так а ну-ка конечно может быть и отложится где-то но когда ты говоришь что там псих психо психология одно второе третье сегодня так много информации про детей бить не бить мимили методики у меня ребенку четыре с половиной года мы ходим верни ходили в очень простую очень простой обычный детский сад стандартный абсолютно стандартный вот и я чуть не заметил там мамаш которые большом скажем так объеме как а которые думают о психологии о каких-то там нюансах все достаточно потому что такие мамаши водят своих детей в платные детские сады прошли я не знаю я не знаю нет но просто понимаешь это если на улице это есть везде просто те кто действительно задумываются об этом в принципе их не так-то и много на самом деле и по детям это видно да я согласна что их меньше ну то есть нам все еще нужно особенно в россии преодолеть огромные пласты проблем в чем особенно в россии то блин ну слушай давай начнем во всех странах есть свои нюансы стоп стоп во всех странах есть свои нюансы почему я говорю особенно в россии потому что мне сложно сравнивать с другими странами но мне кажется что грубо говоря вот если мы выходим если мы ставим такую линию опоры как более-менее адекватное общество в котором в котором люди стремятся к моральному комфорту которые шагну как бы стремятся развиваться психологии которые пытаются осознанно подходить к своей жизни и все прочему мне просто кажется что в отличие от той же европы нам до этого нужно преодолеть сексизм очень много всякого говна нет слушай ты знаешь мне кажется что если бы в европе в компании в какой-нибудь игровой застали лидов за тем что они после собеседования обсуждают не качество работницы предшедшие на собеседование а ее жопу и если бы на это нажаловались я думаю там было бы некоторые другая ситуация а не как у нас в россии смотри нет 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 ответочка смотри ага тебе устраивает что на на место лида при при приходит трансгендер лишь потому что он трансгендер и многие это понимают но повестка и компания говорит что это надо так вот нам нам до этого момента когда маятник качнется в ту сторону что придет какой-то чувак по квоте просто потому что повестка нам до этого прости меня еще грести и грести и по зачем нам грести в эту сторону а потому что а потому что мы эта сторона называется равные человеческие права для всех ну типа для всех давай вот так вот давай говоришь обсудили когда дама вышла что у нее там вот такие вот размеры и неплохо бы или плохо бы и так далее и так далее это по большому счету дело этих двух людей другой вопрос если бы одни закрыли попытались как бы что-то обсуждение разного пола собственно говоря противоположным упражненного не так обсуждение а мужчин женщина женщин мужчин это тема она была всегда другой вопрос что затрагивает ли это тебя и как на тебя это влияет потому что смотри я почему сказал что это про работу потому что когда грубо говоря решение с точки зрения принятия человека делается не исходя из его навыков исходя из базового сексизма ну то есть или в принципе когда идет сексизм на рабочем месте а ты я понимаю что ты мужик ты не знаешь что такое сексизм на рабочем месте поверь мне я знаю я на своем опыте знаю что есть хуйня которую за которую в европе я могла бы пойти и нажаловаться и человека по уволили а в россии ты как бы сглатываешь даже если ты идешь жалуешься тебе как бы кива ну типа маш с плечами такой ну типа ну это ж мужчины просто не обращай внимание ну вот мужики такие я к тебе к тому и веду что если это влияет на работу если ты сразу поставила в коллективе это всегда ли это всегда влияет на отношения просто понимаешь я я сейчас понимаю почему тебе сложно возможно это полностью осознать потому что все таки мужчина ты наверняка нет это как мне сложно создать дедовщину в армии да потому что это не мой не мой опыт личный но тем не менее так смотри просто то направление вот про которое сейчас кричат повесточка это направление так или иначе естественно маятник может качнуться и будет какая-то крайность данную но до того как мы придем в россии к этой крайности мы придем к очень многим хорошим вещам к равным правам очень многих людей если мы вот придем эту крайность квотирование ведь квотирование она уже тоже началось как вот то что ты сказал когда придет трансгендер просто потому что нужны нужны такие люди для diversity в коллективе тут такая штука что ведь эти все квоты они начались тоже они начались не в россии в россии как бы до сих пор нет они начались на западе чтобы как раз выправить да она сильно но выправить вот этот вот на тот момент был гендерный перекос я слушала я была на лекции бренды чапман она сценарист диснея или короче она реально она писала края льва грубо говоря сюжетку короля льва и прочее прочее много чего и когда она сказалось ну а в какой-то момент типа я пришла и значит было там собеседник интерпера ее взяли и она сначала обрадовалась а потом она узнала что ее взяли по квоте потому что и в какой-то момент там реально вот ввели эту штуку им нужно было женщина и она с одной стороны такая типа я горит сначала расстроилась но джаби это с точки зрения даже человека обидно когда тебя берут не потому что ты специалист потому что по квоте а потом она как бы это тот момент типа берет человек этот возможно этот шанс или нет она взяла этот шанс который ей дали дали возможно там на сильно да по квоте и она взяла и сделала из этого свою карьеру и карьера она создала потом при приложила руку к лучшему мультфильмам диснея вот их классики в 90-е плохо ли это для меня норм мне норм это все понятно я не отрицаю что есть про про проблем такишь вот тебе не понять потому что к этому мужик я так говорю типа не то что не понять а прям я так не за другую полностью я так на другом о том что ты пишешь вот нам еще пердеть и пердеть да да проблема в том что если бы там неважно где европа штаты ну про азию не будем говорить там вообще особая ситуация вот какой культуры обусловлены на ближнем востоке и дальнем востоке да вот дело все в том что это ситуация вы в этих просвещенных странах она не остановилась до она и шагнула все то что там было положительного наработана и приобрела уже обратный сексизм обратный который это все это все очень не ссоро сексизм метастаз не суши ну там начинается вот эти все отмены людей которые когда-то кого-то за что-то почему-то на этом идет паразитирование и так далее и так далее и так далее и подожди культура отмены работает в смысле в на данный момент из тех кейсов культура отмены я хочу сказать она для всех мужиков проблема на самом деле не такая простая потому что если бы если бы женщины до в комплексе хотели бы изменить отношения мужчин это было бы сложно это было бы на 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 наверное не быстро но тенденции на это они идут достаточно давно и самое наверное правовое было в советском союзе кто бы там как этому нет тут и нет 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 с одной стороны с правовой стороны ты прав действительно в советском союзе дали очень много прав женщинам и мы шли в этом плане впереди планеты всей есть только одно но это правовая это правовая штука скорее со мной вы можете быть со мной не согласны все и ты тоже есть люди в чате это правовая вещь она базируясь на у неё сама была база уже из состоявших вещей короче она превратила женщин она сделала женщину только хуже потому что женщина должна была равноценно с мужиками пахать на тех же самых заводах особенно учитывая что мужиков после войны как бы было не то чтобы и сильно и много при этом вся вся домашняя работа все еще была на женщине и все еще надо было рожать и принять сказал смысле кто мне это сказал но вот допустим я могу спорить не подожди вот дай я скажу подожди давай не будем превращать это это балаган потому что на самом деле здесь все зависит опять таки от от при при примеров вот допустим вы возьмем мою семью мне бабушка главный архитектор дед практически тоже архитектор но он не доучился уехал за 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 бабушкой двое очень занятых людей собственно говоря дом держался на дедушки на 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 моем хотя у него было они встречались с бабушкой на совещаниях если могу таких примеров дедим лично опытный аргумент есть нет я стала лично опытный аргумент потому что если я тебе расскажу я не довел свою мысль до до конца когда ты снова говорить о том что вот это вот это вот ты гришь рожать дом и так далее это все достаточно личностная история потому что если с тобой системная история понимаешь если с тобой живет мужик как который тебя заставляет рожать работать еще хочешь строить карьеру он тебе никак не 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 помогает и не выходит на модель какая которая вам бы со совместно было бы комфортно нахрена ты с таким мужиком живешь и тут вопрос сразу истекает если женщины подожди давай если же женщины в основном строят перед собой модель в которой они зависимы и появляются женщины блин нет где деваться это так не работает подожди я не ожидала тебя такое услышать ну давай продолжай говорить если появляются просто в моей жизни таких примеров было очень много появится до другие женщины говорят слушайте девахи вы что творите я хочу работать я хочу добиваться и не за счет того что у меня задница красивая за счет того что меня уважают за счет моей работы и так далее и так далее получится диссонанс и сколько таких у меня было примеров это полно и естественно если это не регулируется законом это огромная про 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 проблема и то что сейчас на мой взгляд происходит это не до конца выполнены функции законодательной исполнительной власти вот принципе все все прописано в закон абсолютно все подожди сейчас если мы говорим про законы в россии то ты же понимаешь что у нас то что прописано в законах она просто не выполняет а во первых оно не Иногда идет в разрез с базовыми человеческими правами. Например, в прошлом году обновленной конституции у нас теперь брак это союз мужчины и женщины. А про ЛГБТ там ничего не сказано. То есть у нас ЛГБТ... Это базовые права. Люди должны иметь право, если они хотят вступать в брак. Ты забываешь очень важную вещь. Подожди, какую? Я сейчас вещь забываю. Давай. Ты забываешь, контекст. Какой контекст? Контекст культуры и контекст большинства, которые живут в этой стране. Подожди, а если бы это была культура жрать людей, ты бы тоже говорил, что жрать людей... Мы бы тогда с тобой говорили на одну детьми. Я, кстати, грею, я сейчас не говорю, что я за или против. Смотри, а знаешь, это почему не контекст культуры? Это сейчас на данный момент работа последних несколько раз пропаганды. Потому что 20 лет назад, 20 лет назад, ты бы вообще другое говорил. Ты бы не говорил ничего про этот культурный контекст. Потому что у нас на всю Россию две девчонки в музыкальной группе ездили, сосались... О, нет, сейчас я с тобой не соглашусь вообще. Что, у нас была тату, которая вообще... В начале 90-х была страшнейшая пропаганда. Я сказала 20 лет назад. Ну, 20 лет назад, начало 90-х. А я тебе больше скажу, что 20 лет назад и 90-е. Ты не заметил, как очнулся маятник даже за последние 20 лет? Ладно, не суть. У нас в начале 90-х, в конце 80-х, действительно была очень большая пропаганда вот этих всех дел. Потому что почему? Потому что среди геев, в том числе геев, обвиняли в... Господи, в эпидемии спида. То, что ВИЧ спит и прочее, прочее. И это в том числе наложил. Но, смотри, с тех пор... Ладно, мы не берем не 20 лет, а 30 лет. С тех пор, с начала 90-х, мы посмотрим, как, например, в этих базовых человеческих правах о возможности иметь в брак, это... Вступить в брак, это базовые человеческие права. И ты, ну, как бы, вряд ли ты будешь это отрицать. Смотри, как это изменилось на Западе и как это изменилось в России. Ну, камон. Ну, камон. Ты не будешь говорить, что у нас законы не в Городске. Но Запад тоже разный. В некоторых штатах этого до сих пор нельзя делать. В США пару лет назад полностью во всех штатах разрешили однополые браки. Но я эту информацию не знаю, поэтому ничего не могу сказать. Полностью. Ты можешь мне не верить, но... Нет, я говорю, я не то, что не могу тебе не верить. Я говорю, я не знаю, поэтому ничего не могу по этому поводу сказать. Окей, окей. Вот, там полностью разрешили. Естественно, про Канаду мы уж вообще молчим. В Канаде намного раньше это все разрешили. Так вот, не суть. Просто у нас фича в том, что у нас некоторые законы, они противоречат некоторым человеческим правам базовым. Ок, ладно, хорошо. Если мы говорим про женские права и все прочее, ты не берешь в расчет... Ну, я понимаю, что действительно мужчинам это сложно понять, потому что они не испытывают репродуктивного давления в той мере, в которой испытывают женщины. Ну, это все фигня. Ладно, фиг с ним. Но еще, если сравнить 50-е года в России и в том же США, это абсолютно разные семейные институты. Потому что там, там действительно, там вот, грубо говоря, и тут, и там, и там патриархат. Только там мужик, да, да, жена сидит дома, да, жена не работает, да, жена рожает детей, а работает только мужик. И при этом должны ей все это обеспечивать. В России мужик также идет на работу, и жена также рожает, но только жена также пашет на заводе. Ну, ладно, короче, мне кажется, нам нужно закончить... Слушай, подожди, ну, блин, такова природа. Женщина рожает, мужик рожать не может. Не хочешь рожать, не рожай. Вопрос в чем-то, я уже... Это, смотри, это ты сейчас... Нет, я к тому, что... Это факт, ну, в таком. Хочешь рожать, рожай, не хочешь рожать, не рожай. Никто же не заставляешь. Чувак, ты не представляешь, ты не представляешь. Ты не представляешь, блин. Слушай, ну, серьезно, я тоже знал разных людей, сейчас их знаю. Нет, а ты... Есть такая штука, как репродуктивное давление. Это у нас даже... Понимаешь, а ты не слышишь? Я просто, возможно, не сильно погружен в контекст, наверное. Но, например, когда пару лет назад чиновница одна сказала, а что это вы... Вас государство не заставляет рожать, ее все подняли насмех, потому что у нас буквально везде идет пропаганда рождения детей и демографии. У нас реально есть репродуктивное давление, про это очень много. Черт, где ее нет? Где ее нет? Так это же не значит, что это хорошо. А объясни, где ее нет? Ну, типа, это же не значит, что это хорошо. Ее много где... Ну, то есть, я, опять-таки, в Европе, в развитых странах, например, если я приеду в ту же самую, ну, в Нидерланды и скажу... Конечно, развитые страны. Давай вообще с этим определимся. Развитые страны. Это как считается, по ВВП на душу населения? Ну, и по базовым соблюдающимся человеческим правам. Потому что, если я приеду в те же самые... Ты про штатами сейчас расскажи, про базовые права, особенно к афроамериканскому и мексиканскому населению. Мы с тобой долго... Подожди, подожди, американско-мексиканское... Они что, не граждане, что ли? Подожди, там точно такой же расизм, как и у нас, с точки зрения жителей... Блин, сейчас мы... Подожди, какой американский... То есть, если ты имеешь в виду мигранты, дети и прочее, у нас здесь то же самое. То есть, либо я не понимаю, что ты имеешь в виду под американским и мексиканским населением. Потому что, если ты считаешь, что там есть расизм, а у нас нет, то это очень странно. Про расизм это сказала ты. Ну, подожди, американско-мексиканское. Ладно, объясни, объясни, объясни. Я хочу сказать, что в каждой стране, как ты говоришь, развитой стране, есть свои проблемы. Я этого не отрицала. Это все не заканчивается только сексизмом. Есть очень много разного всего. Чтобы их понять, если ты хочешь действительно это понять, нужно там пожить. И попробовать как-то разобраться в вопросе. Потому что, когда мы говорим, что у женщин в нашей стране есть проблемы, это действительно так. Но, честно говоря, те женщины, которые я встречал в своей жизни, их было очень разное, какое количество и качество, если так можно, конечно, грубо, но можно выразиться. Потому что действительно были те, кто не мог пробиться и не получалось. Но когда у них получалось, они вылетали, как ракета на такой уровень, что, в принципе, их было не достать. Те, кто не хотел с этим бороться, а приходилось бороться, действительно было и домашнее насилие, и много всего остального, те, в принципе, оставались на этом уровне. Нет ли этого за рубежом? Может быть, в таких объемах нет. Я статистики не знаю. Но то, что там тоже эти проблемы есть, это факт. Конечно, я же не отрицала, что они там есть. Я же не говорю, что с этим не надо бороться. Я все же говорю о том, что законы не работают так, как они должны работать. Но повестка, которая сегодня в том числе и у нас, она превращает это все в очень специфический бульон, который иногда выводит на площадку тех, кто хочет что-то сказать. Можно я уточню у тебя? Что ты подразумеваешь под словом повестка? Блин. Потому что, знаешь, для меня, потому что иногда я вижу конкретные примеры, когда словом повестка определяют то, что для меня вообще является, ну, типа, ну, я не знаю, вот есть кино, и в нем есть, ну, опять-таки, ЛГБТ-бара. И все-таки повестка. Я такая, какая разница? Я тебе пример скажу, да, я хочу понять повестку. Той игры, которая тебе очень понравилась. Вот я наблюдал повестку в этой игре, Last of Us 2. А я не наблюдаю, в чем она? Подожди, ну, подожди, ну, я понимаю, что тебя это задевает, дай скажу. Нет, мне как раз просто позже не задевает. Смотри, вот для меня повестка и ненормальность этой повестки заключается в том, что для той самой, как я уже говорил, повестки вводятся персонажи и их действия, которые абсолютно нелогичны к предлагаемым обстоятельствам и серьезности сюжета и реалистичности сюжета, который заявляется. Ради этой повестки вводится беременная женщина, которая прыгает с Камазов, забирается по канату практически на последних месяцах беременности и начинает вести себя как Рэмбо. Вот для меня это повестка, потому что если бы действительно была задача сделать реалистичную, глубокую историю этой женщины, то этого бы не было всего того, что она делает. Я сейчас не буду рассказывать, сама играла, сама это знаешь. Для меня это сделано для повестки. Для меня это повестка, введение именно такого персонажа сильной женщины, вот как главная вторая героиня, для меня это тоже повестка, потому что сильная женщина это не мускулы. Нам даже не объясняется, почему она накачалась. В смысле нам не объясняется, почему она накачалась? Почему она накачалась, и почему она такая, скажи мне? Потому что у нее с момента, как убили ее батю, у нее была цель найти и убить ее батю. И она, причем нам когда показывают в детстве, нам показывают, что у нее в принципе телосложение такое, когда она возможна и накачаться. И у нее была эта цель, и она прям упорота, она упорота, и нам это показывают. Нам реально это довольно четко проговаривают. Ну окей, ладно. Я тоже могу много на это сейчас сказать. А насчет беременности, женщины, слушай. Мы с тобой уйдем, уйдем мы сейчас с тобой. А вы уже ушли, я уже начинаю банить за оскорбление в чате, поэтому нормально. Слушай, смотри. Почему, если меня, то они банили не надо. Нет, меня, меня, если бы тебя оскорбляли, я бы тоже банила, конечно, меня оскорбляли. Не надо оскорблять так, подожди, друзья, сейчас я скажу. Не надо, не надо ничего говорить, мы взрослые люди. Мы взрослые люди, сами разберемся, мы нормально. Человек может жить своей жизнью, я, главное, просто баню со всеми неадокладной. Ну конечно, ну просто не надо. Смотри, а про беременную женщину, мне же кажется, ну, во-первых, слушай, я тоже в свою жизнь видела беременную женщину, далеко не все из них на последних месяцах лежали и стонали, не могли никуда ходить. Чем не стонали? Ну, я к тому, что они же, ну, они не становятся недееспособными. Ты их видела, а я с ней жил. Ну, я знаю, что такое беременная женщина. А я знаю, что такое беременная взрослая женщина, потому что у меня мать была беременна моей сестрой, когда я была уже взрослая, у нас очень большое. Я понимаю, но, блин, мы же говорим о воензированной, специализированной, скажем так, организации, которая возглавляет военный. Где все вообще должны, все вообще должны, все абсолютно. Это для меня как раз, вот лично для меня, это как раз логично. Это бред. Что когда у тебя мало людей, что когда у тебя реально мало людей. Какое мало людей, что ты говоришь, там у него вагон людей. Там есть специалисты. Подожди, вагон людей относительно того стадиона, относительно постапокалипсиса, мало людей. И поэтому, неважно, беременна ты или нет, ты будешь как бы фигачить. Это, слушай. Это как разговор о том, что ты девочка, а я мальчик, понимаешь? И про армию, и про военную составляющую вообще как бы плаваешь, а я более-менее не знаю. Причем, нет, так вопрос не в армии военной составляющей, вопрос в живо... Там не про армию, не про... Подожди, там был и конфликт, что мужик во военной... Постапокалипсис. Я сейчас к тому, что постапокалипсис... Это примерно как после войны, неважно, беременна ты или нет, ты будешь до последнего фигачить на заводе, потому что мужиков нет. Они детей, они детей, как этих, как золото хохохохохранят. Они их обучают, это их будущее и так далее и так далее. Детей хранят, детей хранят, но нет... Нет, даже банально, ладно, я последний по этому поводу скажу. Любая спецоперация, она должна быть максимально... Мы про разные вещи говорим. Мы про разные вещи говорим. Это логика, понимаешь? Нет, смотри, вот, кстати, в чате написали. Исторически никто с беременными не носился. Кстати, ну, действительно так и есть. То есть, нет... Носился, не носился. Мы не говорим о том, что беременная женщина не может взять автомат и защищать свой дом от тех, кто на него нападает. Не в этом суть. Она, конечно, может, она хоть с гаубицей может стрелять. Мы говорим здесь о системе, о военной системе, в которой есть задача ее выполнения. Почему, я тебе пример просто приду, подожди. Вообще, в разведку и в специальный разведроты не берут больших мужиков накачанных, которые в кино типа Рэмбо, Сталлоне, там вот это все, таких не берут. Знаешь, почему, вопрос тебе. Почему их не берут со собой? Я не знаю, я могу знать, почему не берут татуированных. Вообще, почему не берут татуированных? Почему больших? Заметные, заметные ребята. Да незаметные их просто, если его ранят, его не вытащишь. И он неуклюжий. Подожди, просто мне кажется, ты говоришь про другое, не про то, про что я. Не про другое, понимаешь? Там все из этого, из этого все совита. Каждый нюанс можно разобрать в этой истории. Я говорю, что она прям вся плохая. Нет, ну просто мы заговорили о повестке. Вот ради повестки, логику и задачу, которая стоит у вот этих вот товарищей военизированных, ее меняют, немножко модифицируют, потому что нужно показать сильную женщину. Даже она беременна, делает вот это, вот это, вот это. Блин, ну понимаешь, я не могу на это смотреть. Подожди, подожди, подожди. Но беременные женщины в Ласта Фас были, во-первых, второстепенные персонажи. Одна из них. Разница. В смысле? Она участвует в цепочке, в цепочке сюжета, от которого зависит в дальнейшем очень сильная эмоциональная составляющая. Если бы она этого не сделала, она не была бы там, ее бы не убили. Вот и все. Подожди. Она там нужна. Именно вот эта фишка с беременностью, она очень сильно и сработала. Да, это то, что я хотела сказать, но не успела. То, что такое, зачем там дело беременных женщин. Это как раз, чтобы добавить там определенную эмоциональную схему. Но я в это не верю, потому что я знаю, что это нереально. Второе. В Ласта Фас две беременных женщины, и обе они, во-первых, нам показывают их как несильными. То есть нам показывают сильных главных героинь, они второстепенные. Одна из них вообще чуть ли не в самом начале остается запертая в этом. Подожди, подожди, а почему это их показывают несильными? В каком-то месте показывают не осильными. Потому что, смотри, одна из них, ну то есть они, по факту нам, когда показывают жену Элли, она же просто обычно, она просто обычно, и они живут, как все живут в мире постапокалипсиса, вот в этом своем городке, где надо выживать. То есть она не эпи, она не супер там вот эта вот вся. Подожди, подожди, а подожди, она вообще, где такое сила? Сила это сила поступка, она уходит за ней непонятно куда, в какую-то жопу. Она ей помогает, она ее спасает, понимаешь? Да, и к тому же она же тоже далеко не сразу, ну то есть далеко не сразу нам рассказывают, что она беременна. Поэтому как только она, собственно, становится беременна, ну то есть как только нам это узнают, она остается в кинотеатре в этом безопасности сидеть. То есть Элли ее с собой не тащит дальше. Есть хорошее стихотворение про маленького человека, понимаешь? Здесь сила не в том, что она должна быть накачана и как мастер единоборством бегать и прыгать, и всех валить направо и налево. Сила-то немного в другом. Сила в поступке, помощи даже в той же слове. Хорошо. В том, чтобы промолчать и сделать то, чтобы другому человеку, который тебе дорог, придать ему сил, понимаешь? Даже в этом есть поступок. Я поняла то, что ты имеешь в виду под силой. Вот эти атрофированные образы, понимаешь? Они мои бабушки, твои там бабушки, дедушки, мамы, папы. Особенно если мы возьмем там Вторую мировую и там другие моменты. Сила женщины и мужчины, она не заключается в том, что они сейчас без нас. Подожди, ты сейчас валишься в кучу. Я поняла, что сильный ты имеешь в виду про поступок. То есть если мы говорим про Дину, вроде как... Смотришь, там две беременные, они как бы обе не очень-то и сильные. Я имела, потому что когда обычно говорят, ну, то есть когда ругают ластофаз за, типа, что это за сильные женщины, говорят обычно про Эбби, которая мышцастая. Вот. Я соглас... Хорошо, я поняла, что ты имеешь в виду... Проблема, понимаешь, если бы она была не то, что обычная. Мне не важно, там, она накачанная, не накачанная. Просто для меня недораскрыта эта тема. Тем более, там, такое ощущение, что она болики живет. Типа, недораскрыта тема, неважно накачанности. Нет, дело в том, в другом. Вот мне было бы интереснее, если бы она была обычной, понимаешь? Я хотела договорить про беременную женщину. Потому что они, как бы с точки зрения, если мы говорим, сильных характеров, то да, но с точки зрения вот того, что ты говоришь, как их могли там куда-то таскать или еще что, то первая женщина, как только выясняется, что она, собственно, беременная, хотя вообще там ранние сроки и прочее, прочее, ее оставляют вообще спокойно, вот как раз в безопасности сидеть в кинотеатре, а вторая беременная женщина, она как раз идет в нарушение всех, ну, грубо говоря, правил и прочее. То есть она сама там уже вызывается. Вот это тоже весело. Ну, это уже, как бы, такой просто, ну, я к тому, что наоборот, вот ты говоришь про какую-то логику, и тебе кажется, что ее там нет, а мне кажется, что наоборот. Ну, ты представь, вот ты, блин, вот это мне действительно, вот тех, кто это все защищает, защищает, мне, блин, это странно, но ты представь, у вас такая жопа, вы сидите, блин, боитесь за каждого человека, вам нужно сделать определенные действия, чтобы собрать информацию, дойти до точки, обеспечить там проход или дать, опять-таки, какую-то очень важный элемент действия. У меня есть... И к вам придет в команду человек, который вы, допустим, все прекрасно знаете, и говорит, блин, ребят, я просто хочу это сделать. А вы понимаете, что она беременна, и у нее проблемы, естественно, из-за ее физического состояния. А может, конечно, там и прыгать, и бегать. У меня есть аргумент. Момент ее и затошнит, и все. То есть это риск, это риск того, что будет проблема, а возможно, они все погибнут. Смотри, у меня есть аргумент. А никто никогда не возьмет ее с собой, ты понимаешь? У меня есть аргумент тебе, смотри. Ну давай. Первый аргумент, то, что в целом, мне кажется, что ты проецируешь, ну, я, естественно, могу ошибаться, смотри, вот ты проецируешь отношения, что вот у них постапокалипсис, людей мало, там зомби, они все сидят в опасности и боятся. А мне кажется, что нет. Не бояться, не дуракова. Нет, а мне кажется, что нет. Знаешь почему? Даже если посмотреть на примере пандемии коронавируса, когда она появилась первые полгода, все боялись и сидели по домам и носили маски. А потом люди привыкли, адаптировались, перестали бояться, и теперь это просто часть нашей жизни, и как бы, да, люди понимают, что, вероятно, что они там могут умереть. Сейчас, ну, я доведу мысль, что они могут там умереть, но все уже как бы забели и просто живут. То же самое с миром постапокалипсис. Там эта ситуация пиздеца 20, даже больше 20 лет, там очень намного лет. И для людей это уже не то, чтобы прям, вау, какая опасность, это просто их абсолютно нормальная жизнь. Вот поэтому, собственно... Как нормальная жизнь? Они могут погибнуть все, и их задача будет провалена. А мы не можем, а мы не можем. Стоп, а это не задача. Так, это, подожди, так, это не задача Эйби. Это, по сути, считай, это уходит от ряд таких в самоволку, по сути. Так как самоволка, блин, у них мужик главный военный, у них все военизировано, вся фишка в чем? Эйби уходит... Одна часть военизирована, и во главе стоит командир военный. Как это может быть самоволка? Да ты что, смеешься, что ли? Если такое явление, как самоволка, существует, в принципе, даже в нашем мире, то почему нет? Людей мало, а самоволку ушли, потому что беременная захотела проехаться, тем более она врач, она на весь золото. Стой, не беременная захотела проехаться. То, что захотела проехаться Эйби, и ее друзья пошли с ней, это решение их друзей. И есть такое... Каких друзей? Там военное положение. Ты что, смеешься, что ли? Каких друзей? Кого? Вся эта группа Эйби, это группа ее друзей, которые, по сути, уходят выполнять миссию мести Эйби. Да там все на приказах построено. Что, значит, захотели? Ты что, смеешься, что ли? Да в смысле? Да в смысле? Я тебе еще раз говорю, что постапокалипсис очень-очень много времени уже там, и поэтому он для них уже не постапокалипсис, а просто как-то... Короче, ты эмоционально кайфанула, тебе понравилось, ты все приняла, все здорово. Ну, как я уже сказала, для меня эта игра... Ну, к тому, что вот, смотри, то, что ты говоришь, просто это довольно забавно, потому что то, что ты говоришь, я такая, да, но ведь вот там именно ровно это, но почему-то я вижу... Смотри, последнее чуть-чуть хочу сказать. Да, давай. Вот давай, а потом ты можешь долго-долго-долго как-то попытаться выразить или сразу жестко, хлестко и так далее. Вот смотри, основная моя претензия к этому проекту была в следующем. Давай. Что, во-первых, достаточно жестко обошлись с тем, что было в первой части, не буду на этом заострять внимание, это может быть нравится, не нравится, но, в общем, взяли такую историю. И вся, в принципе, скажем так, модель Last of Us, она говорит нам по повествованию, по модель, по ощущению, по жанру, что это реализм, и это все происходит как будто бы по-настоящему. И под это диалоги, съемки, вот эти все кровавые все вот эти вот сценки, и внутренние переживания и так далее, и так далее. Но когда мы касаемся реально причинно-следственных связей и того, что может быть на самом деле, чтобы мне поверить в это, я понимаю, что тут все шито белыми нитками, в том числе из-за того, что там есть повестка, то самое, с чего мы с тобой начали. И в угоду этой повестки, отчасти, подчеркиваю, введены некоторые элементы, которые должны нас задеть за нутро и привести к определенному результату. Так вот, в эти моменты я не верю тому, что я вижу на экране, потому что, возможно, я мужлан, мужик, и я не могу поверить, что беременная женщина может спокойно двумя руками по канату забраться и прыгнуть с КамАЗа. То, о чем я говорил. Ну, это, конечно, единственный пример, понимаешь? Как технические моменты, блин? Ты смеешься, что ли? Я к тому, что это не технический момент, а как-то сказать, это... Я не могу это списать в условность. Я не могу это списать в условность. Да, я бы сказала, что это в условность, ну, окей. Таких дыр огромное количество. Дело все в том, что это все связывается с сюжетом. Я понимаю, что если вот эти кусочечки маленькие вытащу, то сюжет этого не будет, потому что один не придет туда, а тот не сделает вот это. Собственно говоря, к идее у меня вопросов нет. Так ведь это значит, что это... Вопросы, а может быть так, она виновата, не виновата. С другой стороны, она валит всех направо и налево, а потом начинает плакать, что вот это вот, а потом вот это. Так это же классное изменение как раз персонажа. Какое изменение? Просто, опять, вот то, что ты говоришь, если ты вытащишь какую-то часть из сюжета, сюжет рассыпется, так для меня это наоборот. Если история сделана так, что если все ее части перепределены... Да не из сюжета ты вытащишь, а из того, что происходит на экране. А как ты понимаешь сюжеты? Видишь, что происходит на экране? Сюжет строится из действия персонажей, правильно? Эти действия порой просто абсурдны. И в жизни быть просто не может. Потому что те рамки условий, в которые мне предлагает автор, я понимаю, что в реальности, если мне это предлагается поверить, потому что вот это вот это, вот это вот это, я в них не верю. Потому что я знаю, что этого просто не было. Вот и все. Это мое ощущение, понимаешь? Я как бы не спорю. А ты в это веришь. И как бы тебе понравилось. Поэтому вот это вопрос. Ну это, естественно, ясен пончик, это все вкусовщина. Я правда все еще не очень... Как бы возможно тут я немного тупая. Я все еще не так... Для меня почему-то, когда все остальные под... Вопрос терминологии. Когда я слышу слово повесточка и в интернетах говорят одно, ты, приводя примеры, говорил немного про другое. Я такая, ну, около одного разобрались. В общем, но в целом, ну, это совершенно нормально, что тебе нравится, тебе нет. Я все, что могу сказать. И я, конечно, тебя услышал, но я с тобой все еще совершенно не согласна. Потому что... Да это нормально. Просто в чате некоторые люди ждали, что мы подеремся, а мы взрослые умные люди, и мы не подеремся. Мы просто с друг другом не согласны. Мы просто эмоционально обсуждали. Эмоциональная полемика. Эмоциональная полемика. Никий спор. Да, мы как бы взрослые люди. Мы не деремся из-за того, что одному человеку нравится игра, а другому человеку не нравится. Я знаю, сколько им интересно это слушать. Слушай, чат так оживился. Правда, тут, конечно, был... Я половину не читала, но то, что я читала, там, конечно, от духа было. Ну, там тоже, знаешь, половину твоей стороне половину на моей стороне самых там неадекватных людей я конечно забанила смотри а в целом нормально все смотри вот к вопросу о повестке ты все-таки снова мне завернула не подожди вот у меня был педагог по скажем так начальным этапом становления в плане рисования когда я учился в школе пошел работать вот значит это был ювелир гравюр художник он был ювелиром в прошлом потом уже и по художникам стал больше за зарабатывать скажем так поэтому ушел то него немножко дела потом когда к ним пришел он занимался рекламкой наружкой в общем там по пленке все дела советовой рекламы в общем я пом в классе восьмом там стал с ним работать а вот ему приходила мама 90 воевая восьми лет то есть на тот момент как бы не знаю сколько бы его было сейчас он тот момент не было там не вроде 98 и был 91 92 дать я лилиху кто-то хватит забыла очень старенькая но она была как бы ну в светлом уме и здравей а вот что было неудивительно я думал там ну лет 75 и может быть 80 а вот и она мне как бы такая приятная женщина худенькая такая без бессильного такого из искривления да то есть но бывают такие прямо старушки как крючочки а вот и собственно говоря мне было интересно на какие-то штуки разные рассказывал такая была очень добрая а вот а потом не мой собственно говоря работодатель и педагог первый начал рассказывать о том кем она была в великую отечественную войну оказалось что она осталась одна в деревне из тех кто мог охотиться на животных то есть как бы было или оружие много у кого было но вот у нее получилось лучше всего мужиков не было в деревне вообще в то где она жила вот она жила в сибири вот и собственно говоря дело все происходило в глубокой такой отдаленной территории где подвоз перестал быть собственно говоря продовольствие и люди выживали как могли естественно когда все было съедено начали охотиться какие-то там дома посадки ха-ха-ха хранили этих коров как зеницу ока вот и определенный момент папа патроны стали заканчиваться и собственно горячо она делала она научилась метать ножи ходила это сложно поверить охотилась на кого угодно петлями там петли на зайчиков можно ставить надо там кукура паточка так далее ходила с ножиками а так как ты понимаешь что в лесу очень много другой живности которые тоже какой хочет жрать вот она иногда приносила волка который хотел из кушать а ножиками она его немножко за ножила и сама так чуть-чуть поранилась вот и так было не раз вот хрупкая женщина и она к кормила чуть-чуть там не пол деревни и тут понимаешь вот когда мне показывают накачанную даму которую умер папа у которой достаточно такие были ну обычные нормальные отношения дочка и папа да в особенности когда там она говорит что если бы я была на месте этой девочки я знаю что ты бы спокойно как бы я я согласна я была бы чтобы отдать свою жизнь и так далее так далее мне не мне не хватило вот это вот это угнетение ее и тем более сильная женщина слишком гипертрофированно было показано во многих персонажах в том числе и в главные вопросов нет захотели накачанную сделать ну окей но вот это я поняла что ты про сильно ты не имеешь ввиду внешность ну как бы то есть если вообще игра бы не потеряла на мой взгляд по большому то счету ничего если бы просто было немного по-другому прописаны действия главный героинь вот этого ощущения накала прощения сопротивления это вот для меня для меня ничего не поменялось но прости пожалуйста сейчас у меня просто такой вопрос а у тебя возможно он слишком лично я не знаю а вот ты когда рост и был подростком прочим тебя об оба родителя были то есть у тебя полноценное конечно окей все спасибо то не у меня претензии к накачанным домом я был вопрос когда-то сказал ну типа ну вот умер батю убили и накала тебе не хватило я как человека росший с одним родителем семье мне кажется что если бы у меня уже одного родителя не было и у меня есть только один а потом меня еще одного отбирают мне кажется это было бы достаточно сильная травма вопросов нет что там травмы и так далее но просто объяснение мне этого ну как бы погружение в эту историю мне не хватило то тоже со со самое как и отношений между или и и второй половиной мне вообще не объяснили коль вы взяли эту тему ну так раскройте и отношения действительно внутреннее состояние там уже там уже были ребята как а которые не поддерживали эти отношения да то есть как бы аллюзия некая на сегодняшний день вот то есть как бы раскройте до конца не обязательно там секс устраивать но просто как бы этим поцелуем вначале все и закончилось по большому счету ну и в конце когда-то тут другого человека даже если бы она не была беременна и допустим там это ее друг любовь и так далее то есть какая разница по большому счету она все равно бы защищала то есть мне не хватило этих отношений но раскройте вы покажите все сюжетно покажите по-разному именно внутренние ощущения что это тоже ну и как бы ну как это говорится нормальные люди да они любят они переживают они страдают тому можно было конфликты посерьезе мне кажется вот все что ты ты сейчас говоришь я же тебе говорю что мне допустим не хватило ну тебе не хватило а мне видать возможно у меня синдром поиска глубинного смысла я же не две книжки тоже прочитал я понимаю что такое все сюжет как он строится там до огромное количество классической литературы есть смотри можно в принципе подобные вещи мне этого не хватило ты попал в ошибку когда я сказала что ну например что вот то что ты говоришь мне кажется все есть и ты такой ну я что-то не две книжки прочитал вопрос я же не называю тебя я же не называю тебя глупым или еще кем типа нет но просто понимаешь я я к тому что мне попытались рассказать историю несколько раз в лицо выстрелив как мне показалось специально определенными вещами специально нарочито потому что сегодня есть та самая повестка вот и все и как бы и у меня это ощущение было до конца к сожалению вот и из-за этого мне игра отчасти не понравилось потому что некоторые вещи были просто нелогичны и это оттащило меня от того сюжета которые пытались мне рассказать вот собственно говоря и все мне интересно смотри вот из того что говоришь мне появилось такое вот такое размышление что тебе вот тебе показалось да что это сильно вот все в лоб там типа в повестку тыры-пыры но насколько мы все знаем мы все здесь знаем что во первых ты как бы в принципе умен копаешь глубоко обычно да то есть более ну так или иначе да там восприимчив у тебя не но а может быть тебе так кажется потому что игра хотя это сейчас на работу тупо звучать но игра рассчитана все таки на аудиторию в массе своей не такая умная и чтобы донести какие-то мысли нужно их более утрированно передать этим просто этим фигня это просто предположение мы же за тобой говорим мы с тобой ты и я я и ты мы с тобой говорим о своих ощущениях правильно и мы хотим чтобы мы друг друга услышали правильно ну по крайней мере поняли и хотя бы то точку зрения друг другу лишь из-за этого мы с тобой и разговариваем потому что если в принципе не было бы желания поговорить ну то есть уважение какого-то интереса мы вообще сейчас эту тему бы и не трогали собственно говоря и все поэтому есть разные люди неважно там умнее не умнее какая разница просто кому-то это зашло у меня кстати говоря был еще жар жарче разговор с моим другом и коллегой какая который то тоже говорит я блин это лучшая игра у меня как игрек не есть вопросы то что сделали визуально то что сделали по деталям тут вообще вышка вопросов нет вообще вот но это не работает вместе для меня до конца и вот в этом было мое разочарование потому что работа сумасшедшая ресурсов невероятное количество но глубины и вот этих взаимоотношений причинно-следственных связей мне не хватило в определенный момент я думал блин ребят ну чего несете ну что это такое понимаешь вот и все поэтому само ощущение отлично понимаю но у меня в половине фильмов возникает который я смотрю вот что делать мы друг другу мы как там искать мы поняли точку зрения друг друга мы все еще не согласились но чат не надейтесь мы не подеремся вот и в следующий раз когда вдруг дима окажется в питере я не буду убегать от него по другой стороне улицы с криками тебе не нравится нет нет дождетесь эти больше того скажу у меня есть мой хороший друг вот мы в общем за замечательно общаемся все он не традиционной сексуальной ориентации парень вот и когда мы обсуждаем какие-то темы связанные вот с повестками разными с какими-то высказываниями там вещами некоторыми он вообще ко многим относится негативно он мы когда разговариваем по работе давай вот такой такой но знаешь ты в принципе есть проблемы конечно они есть но просто как это все сейчас поднято на такую хорук да как это все преподносится что из этого вытекает вот лично говорит мне неприятно понятно что я тоже хочу вторую половину я тоже я хочу там выйти замуж или жениться да то есть зависимость это у кого какие там роли но это все равно тоже привязка к мужчине или к женщине это это странно вот потому что все равно в паре не бывает одинаковых там мальчик мальчик девочка одинаковых людей в принципе кто кто-то все все равно занимает позицию додоминирующие кто-то подчиняющиеся кто-то больше похож женственно да на определенный пол а другой похож собственно говоря на обратный пол так всегда происходит по крайней мере я не видел другого может быть я мало знаю вот ну в общем то есть конечно проблема есть но большинство вещей которые мы с ним обсуждаем я бы сказал это неприятно я бы сказал что я видела такие пары где но это девушка то есть неважно поэтому здесь все середины не найти на мой взгляд самое главное чтобы те кому есть что сказать они этого говорили им не затыкали рот но и паразитировать на этом дополнительно делать пропаганду в том числе и для детей выводятся в школы переодевания уроки там сексуального воспитания а вот уроки сексуального воспитания это очень важно это очень с 5 класса с 3 класса это серьезно какой 5 класс какой возраст у нас 5 10 лет 10 лет где-то 11 лет 11 лет ну где-то так 5 класс 11 лет 11 лет самое то смотри возможно все кто сейчас такой странной как-то сказать тонкой душевной организации выйдите из чата в 11 лет у меня начались месячные у меня мне про них никто ничего не рассказывал знаешь что я думала я думала что я умираю и а так как родители со мной ну то есть мама со мной тоже не говорила она такая когда узнала и она такая а ну а я думала тебе в школе уже все типа девчонки рассказали и и мне ничего не рассказали у меня секс просвета было ноль просто это это сейчас есть типа интернет а тогда не было ты знаешь у меня была очень долгая психологическая травма после того что ты реально думаешь что ты умираешь мне кажется если бы мне в 10 лет рассказали про то как работает женский организм вот про то что а сексуальное воспитание но все про то же это про то про половое взросление это про так или иначе про занятия сексом ну знаешь занятия сексом не в смысле вы включаете порнхаб как и показываете как происходит половой акт ну вот когда доживем тогда и будем ругаться а это донесение до ребят что важность предохранения слушай у нас это было а у нас не было а у нас не было и эти больше скажу до сих пор сейчас очень многие люди этого не знают до сих пор сейчас очень у нас кстати приходили эти акушерки гинекологи по-моему в каком в шестом классе что ли или в седьмом в общем ну это вот это же это же и есть секс просвещение в том числе это в принципе правда вот этого это вот этого нам очень не хватает детям я все-таки говорил о секс просвещении в в контексте повестки о той которую мы сейчас в смысле что девочки с девочками нормальные мальчики с мальчиками нормально нормально а перекладывание определенных моделей эксперименты с младших классов обычно что это неправильно слушай а я если честно я не я не вижу ладно остановимся на на линии пятый класс то есть мы предположим это одиннадцать лет мне кажется что в одиннадцать лет вполне нормально секс просвещением в том числе рассказывать то что ребята есть лгбт и да если потому что дети уже тогда начинают ну то есть я не знаю как это у парней конечно фиг его знает когда у вас то вот это все слушай но тема большая тема сложная потому что рассказывать может тоже по-разному да и предложить определенные модели конечно рассказывать по-разному по-разному можно ну а вот еще в чате очень правильно написали еще момент важности личных сексуальных границ ребенка типа кто может его вообще трогать как и где это же тоже секс просвещение и это тоже должно быть мне кажется там с пяти ну с пятого там класса то есть десяти лет мы уже входим в зону в зону педагогики образования в целом да 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 но я к тому что вот возможно просто когда ты думаешь про уроки секс просвета ты думаешь про что-то другое а я думаю про это что подросткам нужно рассказывать например что ну если вдруг вас тянет к тому же полу ну это как бы нормально и или то что если вдруг вы решили начать свою половую жизнь а многие начинают свою половую жизнь даже не в пятнадцать даже не в пятнадцать судя по вот и интересный стрим у нас с тобой да у нас вообще огонь так кстати если вдруг захочешь я понимаю что тебе сон перебила наверное уже спать наверное не хочешь вот сейчас уже надо спать уже давай уже четыре утра мы с тобой офигеть офигеть мы почти четыре часа с тобой парни вот и тут короче такая штука что если ну так и подростки должны знать ну хотя бы о предохранении чтобы у нас не было беременности там шестнадцать лет не запланированных ну то есть вот эти все такие штуки это это важно это школа тут понимаешь тут просто у нас функция из школы убрана определенная да и функция семьи поверь мне нет это ну да я знаю просто очень многих людей я не знаю как сейчас типа поколению которым сейчас лет двадцать я не знаю плюс-минус моего возраста у нас в семье про секс не говорили не было с тобой разговора то есть к тебе и родители не говорят ну не это не рассказывают вообще про какие-то такие базовые вещи и в школе тебе про это не говорят как мы как мы выжили то есть я не знаю в целом фиг его знает вот поэтому ну как ты говоришь в странах развитых я что-то не заметил что там все стало нам намного лучше в этом плане нет проблем и с ранней беременностью и с проблемой бедности в разных районах и много-много-много где понимаешь то есть значит не все так работает хорошо как мы думаем нет райских стран вообще нигде нет безусловно но есть определенные параметры по которым ну грубо говоря там наша страна определённо проигрывает есть к чему стремиться не проигрывает не проигрывает но просто прежде чем переживать про вот эти вот перегибы где-то там нужно сначала подумать что у нас тут как бы не такие бы а вот если вы эти вот как давайте решать проблему по мере поступления на самом деле да потому что сейчас все так переживают перегибы а про перегиба у нас как бы даже до прямой линии еще не дошли не говоря уже чтобы там куда-то в другую сторону перегибать вот собственно поэтому очень часто удивляет какие-то вот эти а вот у них там вот это все так у них там вот это все так это пусть они разбираются у нас тут свои проблемы в целом так что ух горячий у нас сегодня стрим просто под конец поговорили с художником подожди вначале вначале так ребята пожалуйста короче те кто я ничего это вырезать не буду стрима останется как он есть те люди которые хотят слушать только умные речи про концептант про образование прочее вторую половину сложно сделать тайм-коды конечно я поставлю тайм-коды прям по любасу ну во первых мне мне помогает человек мне там для для первых выпусков там мужчина или женщина женщина а что женщина не человек по-твоему это сексизм почему не мужчина потому что человек потому что на мой клич типа эй кто хочет поставить тайм-коды на радио ветра за деньги мне написала девушка и вот кто первый стал то вы и тапки что называется она хорошо расставляет мне все нравится может сходить проверить на первые выпуски у меня говорится все нравится может быть есть вопросы давай обсудим вот если бы первое отозвала я в этом плане как бы раз равноправия кто первого стал того и тапки что называется я абсолютно про это и говорил все это время короче я обязательно на этот стрим реально поставлю а вот прям это будет самое главное сегодня ночью прям этим займусь поставлю тайм-код типа до и после я прям вы выделю отдельно людям момент куда куда не надо заходить по какой кусок надо скипать вот потому что я иронизирую но все тайм-коды поставлю так или иначе потому что а чё нет но многим действительно наверное было неинтересно слушать наш бомбеж конечно я поэтому и говорю что свалились в выяснение чё тёпая почему а представляешь если мы с тобой в баре с алкашкой посидели то вообще наверное эти проблема я не пьюши ну неважно кое с кофе посидели может быть мои загоны за то что я не пьющий не курящий слушай ну я как бы не курящий и крайне мало пьющие так что вероятно поэтому мы с тобой такие странники да вероятно ребята если если вы хотите быть нормальным так это сейчас сарказм это сарказм вы все понимаете что это шутка я надеюсь забанит с тобой слушай не пропагандируем ничего мы пропагандируем только здоровый образ жизни хорошие курсы но не димин потому что дети этим не рекламирует свои курсы здесь вот так что мы занимайтесь как-то умеренно занимайтесь спортом вот это вот все пить и курить не надо вот так что у нас никто вас не забанит я надеюсь после таких правильных наставлений не забывайте о груди а в конце концов ну твои так и останутся секрету как и мои в общем то как и мои это это все еще секрет это прям секрет как это обычно стримеры если вы наберете пятнадцать тысяч лайков мы откроем вам все все секрет но я думаю мы это делать не будем ну блин потому что согласись все таки вот если мы так скажем от нас как бы другие секреты захотят от нас захотят секреты в духе где волшебная кнопка рисовать красиво сексе секретов перестанет быть ценностью в том числе но мы придумаем другие секреты за секрет такая штука мы же одни раскроем другие придумаем интрига это такая вечная штука у так что ребята 15 тысяч лайков чем вообще никогда не 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 надо ребят не заходите не смотрим и откроем какой-нибудь секрет закрывает но сейчас же я же не про 15000 просмотров и про лайки смотреть да хорошо если ты думаешь то есть люди досмотрели до этого когда игрушена за закрыватель это будет странно четыре часа практически есть люди которые здесь с нами все четыре часа между прочим судя по счету серьезно я же смотрю двух бедолаг но подожди это мы с тобой такие здесь как бы кричим разговариваем возможно даже руками махаем я не знаю а некоторые держу стилус и что-то рисую а вот а другие люди наверняка просто слушают наш наш ор фон нашего до фоном просто как бы как по работе по работе вот это все так что нормально думаю люди просто попал рабочий меня слушали как марио потому что я очень нет а че нет я реально я расставлю как раз состоялся срач двух художников давайте послушала повестку и повестка и послужила повестка не такой уж и срач чушь как бы скоберется из и срачове участвовали вот но но было эмоционально я но я рада я искренне рада что мы все равно чтобы мы реально два более менее адекватных человека и вот несмотря на разные позиции это никак вообще не влияет на наше это было бы странно разговаривать в очередной раз про концепт про школы про про кисти про то где кто работал и любимые игрушки кто куда ездил какие там сейчас перечислил что мы говорили что мы говорили что вам нравится как вы чувствуете эту жизнь в принципе если вам это комфортно идите этим путем неважно если если что-то изменится значит вы этого захотели или обстоятельства вас в этом заставили измениться но все равно в внутреннее ощущение она очень важно несмотря на то что мы тут станет разные темы поднимали обсуждали если вы вдруг там не согласны согласны или вас баба баба бомбит это хорошо значит вы все все-таки живете вы человек вы мыслите просто плыть с кем-то по по течению и соглашаться со совсем это же не очень хорошая вещь в том числе и в профессиональной жизни как а картинки вышли красивые буду рисовать как этот чувак картинки другие красивые буду рисовать как от чувак ищите свое внутренние я которые реализуются в концепте в данном случае к концептер будет за за конце да и и да будет вам со части а если быть что не будет работа работа всегда будет нас дохренели он живет и кто-нибудь по любому если вы то достойны вы интересны если вы рисуете каких-то странных чуваков но они в принципе привлекают внимание людей вы это обязательно узнаете и обязательно на работу так что не волнуйтесь главное не лениться и лишний раз не спрашивает лучше делайте вот и все просто самая самая ламповая самая ламповая речь за сегодняшний день под которой я подписываюсь со всеми словами просим рулакова доклад закончил как бы ну лучшего завершения для стрима нельзя было и придумать потому что мне тут даже сказать нечего в общем все скал а странно а а что я тебе скажу ты просто повторил все мои мысли про то что типа ребята на хоть на хотите что-то делать надо что-то делать думала как я курсы делаю слушаю чё говорят а потом формулирует папа все придется свой курс писать по перед тем как у меня все мысли красивые украдут ух не не хочу ребят давайте мы отпустим диму спать перед тем как он идет хочу сказать вам что если вдруг вы еще не подписаны wordstation то внизу и ссылочка на wordstation сходите погладьте работы лайками или подпишитесь или или просто сходите посмотрите но не но не подписывайтесь или если вы подписаны можете отписаться то есть вы взрослые люди делаете что хотите абсолютно вот спасибо я не ожидал что это будет четыре часа и что это будет так огненно вот спасибо тебе большое что пришел чату спасибо что слушали позвала все всем спасибо всем еще спасибо и всем пока 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 ребят